Всем добрый вечер. Отдельно, скорее всего, эту запись зальем. На дворе 23-й год, март, 17-е. Сегодня 21 день рождения. С вами Михаил, goodgame.ru, чатик отдельно. Мы ждем запуска, который должен состояться через 14 минут, меньше чем 14 минут, беты 4-й Диаблы, которые доступны будут для тех, кто предзаказал игру. Ну, учитывая события, купить игру для России невозможно. Я воспользовался, создал новый аккаунт, пометил его как Казахстан, пошел на оплату.info, где предоставляют услуги, и купил базовую версию за 7000 рублей у какого-то проверенного продавца. Тебе фактически присылают гифт, подарок, и ты можешь играть в Диаблу. Вот, и мы ждем, посмотрим, что там у Близзов получилось. Я не смотрел, мы к третьей Диабле, конечно, очень классно готовились, воодушевлены были, она получилась реально хорошая. Но, насколько вы помните, там... А, нет, там был тоже ранний доступ, там до Леорика можно было добежать, закрыть вот эту вот первую, половину первого акта, потому что первый акт заканчивается на батчере. Вот. Я думаю, что пощупаем, бета будет доступна до 20-го числа, насколько я понимаю. Так, по крайней мере, было в новости. Будет доступно три класса, и прокачаться можно будет до 25-го уровня. Вот. Да, сегодня еще день Святого Патрика, точно. Чатику отдельный респект. Спасибо, что вы на связи. Ждем, не дождемся. Главное, чтобы не получилось так же, как с Warcraft 3 Reforged, потому что... Вот Старик у них получился, ремастер отличный. Overwatch не знаю вторую, там, насколько... Потому что я в него давно не играл. Третья Diablo, в принципе, была достаточно готова, если не считать технических моментов. Мы же пошли ее и прошли. World First, все дела в четвером на хардкоре, 60-й левел. Первыми закрыли. Предзаказ уже сделал. Да-да-да, без предзаказа просто у вас не будет возможности играть в бету сейчас. Вот, сама игра весила где-то 84 гигабайта. Ее можно было предварительно скачать, чтобы все были готовы. И улыбаемся. Тедик, я, к сожалению... Нет, не салам алейкум. Сейчас опозорюсь. На казахском нужно что-то сказать. Хотя, наверное, универсальное восточное приветствие. Какой класс будет? Кстати, давайте проголосуем в чате по поводу класса. Там три класса? Там три класса. Три класса. В чате кипелю голосилку. За кого играем? Там, кажется, Рога, Сорочка и Варвара будет доступен. Поправьте, если не так. Варвар. Сорка и Рога. Или коробочница. А, Мак. Мак. Ну, Сорочка была в третьей Диабле. Когда релиз-релиз? Ориентировочно через месяц, если... А, нет, через месяц. Через месяц, кажется. Через месяц. Да? Голосуйте. Голосование запилили. Да, все так. Еще были споры про Друлю, но его не выкатили. А, в июне вроде. В июне. А через месяц будет публичная бета. Кажется, так они сделали. Да, ведь? Похожи хоть как выглядят классы, как выбирать. Ну, смотри. Варвар такой. Мак пыщ-пыщ. Вот так вот он делает. А Рога подкрадывается и бэкстебает сзади. Вот так кинжалом, скорее всего. Так понять не стало? Я не в курсе вообще. Я не изучал. Как тебе покажу? Игру не запустить? Какие-то промо-сайты? Что? Что? За магой, говори. За мага. За мага. Голосуйте, голосуйте. Еще есть возможность. Мага, Рога, Варвар. Ну, Варвары, они обычно вообще. Кто там? Что через него играть? За него играть. ОБТ через неделю. Во! За Гамеза. За Гамага. За мага. За мага Меза. За мага Меза. Рога это кто? Рогуэ. Это разбойник. Романтики. С большой дороги. О-о-о-о! Роги, Роги. Эй! Класс. Каламбур. Лучница. Там транслитом пишет. Эсталдер. Лучница? Разбойники бывают разные. И с луками есть. Синий, белый, красный. Коробок нет, значит, фигня. Я могу стартануть. Что? У нас девятый уровень. До Сан-Лоси дойдем. Все будут это самое сейчас стримить в бета-версию Диабло, а мы будем коробки кидать в Сан-Лоси. Роги с большой дороги. Фрейви, в нашей можно все что угодно, но официально нет. Так, восемь минут, ребят. Нет, я не могу. Я пойду в этот самый. Пойду в Диабло. Ну что, восемь минут терять? У нас там такая... Это первый Диабло, если вы там записи наткнулись. Это первый Диабло и модификация бесплатная от московского разраба, там автора, там у него уже много разработчиков, видимо. Это The Hell 3. Вау, ты посмотри, The Hell 3. И здесь, кстати, класс Рога под класс Траппер. А нет, это класс Арчер, но есть класс Рога тоже, конечно же. Там ассасинки всякие и прочее. Айрон Мэйденки. Прыгай. Молодец, какая сообразительная. Так, ну что, умрем как раз здесь, да? Как вы относитесь к смерти? О, это плохо. Хидны сразу на старте. Ладно, закидываем. Я пошел бы по низу. Да, это Диабло 4, ребята. Нормальная игра. 13 мобов. 12. То есть тут уже пачка, похоже. Хидденов. Могут и сзади обойти. Да, это пачка Хидденов. Так, дальше кто? Шамблеры, что ли? 12 человек. Козлы какие-то. Ну, с козлами... А, фейзеры! О, хорошо, у меня ловушки рядом. Самые опасные твари для траперши. Телепортируются прямо к тебе и начинают обниматься. Пачка. Но не с таким дамагом, извините. С кем-то другим будете обниматься. Резы у меня есть. У меня фаерезов нет. Хренашеньки. Как так? Я боюсь фаербласта. Или здесь нет фаербласта. Здесь только нова вылетает, да? А фаербласт, кажется, мордор убрал. Я его сто лет уже не видел. Ловушки на фаербласт не было. Графика на высоте тут вообще. Вообще. Критовываем кольцо. Если коротко, как бы на случай, если будут смотреть не только товарищи с Гудгейма, но и это самое. Я начинал с первой Диаблой. Она вышла там в 95-96 годах. Это был прорыв. Это Близзы. Они вообще в то время жгли по стратегиям. Новые жанры открывали, по-моему, мошку изобрели. Но смысл в том, что Диаблой изначально была пошаговой. Вот это вот Диаблой первая, вторая. Ну, первая самая пошаговая была. Вот. А для отладочки они в определенный момент решили ускорить ее. И, по сути, благодаря этому, благодаря вот этому дебагу, они увидели, что это веселее. И появился новый жанр. По попсове, как говорится, мотив. И, ну, после этого все пошло. После этого все пошло. К первой Диабле потом компания Сиера, кажется, выпустила еще дополнение под названием Hellfire, добавив туда классы, дополнительные уровни. Появилось после этого еще большое количество модификаций, самые популярные. Это там парочка, на самом деле. Но вот я играю в The Hell. Там был сначала The Hell 1, The Hell 2 и совсем недавно The Hell 3. Модификации бесплатные, понятное дело, бла-бла-бла. И вот. Вторую Диаблу я пропустил почти полностью. Потому что мы тогда уже играли в Старик, в Куаку по сети. И нам было это интереснее. И не было еще нормального выхода в интернет. А Диабло 2 была... Опа, у нас тут пачка. Вот. Но я с большим удовольствием прошел Диабло 2, когда сделали ремастер-версию совсем недавно. Ну, как? Не знаю. Год назад, наверное, уже прошел. Произошло это. Вот. И поучаствовал даже в турнире. Ну, как бы неформально, но тем не менее. Дошел, кажется, вторым даже. Но меня сняли с дистанции из-за того, что я поставил на паузу и ливнул. Там было запрещено правилами. Ну, не доиграл, короче, до чекпоинта. Неважно. Самый запоминающийся опыт с Диаблой 3 у меня связан, конечно... Ну, с Диаблой связан с Диаблой 3, когда мы командой со старшим братом, с Пипсом и с замечательным киберспортсменом-варкрафтером Соколиком Генрихом играли в... Ну, марафонили, вслепую. То есть, когда вот она выходит, все, у вас там 4 человека, и вы идете вперед на хардкоре, аукциона нет, никто еще ничего не знает, параллельные другие команды. В общем, мы за поем где-то неделю играли, часов по 14. И первыми закрыли, получили 60-й уровень на хардкоре. Ауков еще тогда не было. Все прям честно, селфаунд, хорошо. Вот, а потом я немножко пофармил в третью, и не стал надолго там задерживаться, потому что, ну что, попробовал пои, и понял, что надо еще другие жанры смотреть. То есть, там реально очень много времени можно оставить, не потерять, а посвятить. А у тебя еще икскомы всякие, варкрафты и так далее. О, 5 человек, мы почти уровень зачистили играючи за 4 минуты. Блин, реально мог 4 уровня зачистить очень быстро. Опа. О-о-о-о! Контрик, ты еще здесь? Контрик? Алло! 15 улрезов, 15 хитпоинтов. Просто, вместо голдфаунда улреза 15. Бах, накручиваем мне полностью. Вот это прок. Контрик сидит там такой, нет! Как? Что? Просто скиллуха, учись. 15 улрезов, это прям сказка. Пушка-бомба. Пу, а... Танюшка, привет! Я не досмотрел клипчик, не успел. С вебочкой с твоей. Ты-то моллыбалась? Но... Меня отвлекли. В клипах можно. Подкрутка для босса. Непонятно, что ей крутить вообще. Надо закрывать. Хиты увеличивать. Это самое, наверное, опасное у нее. Что ваншоты от ловушек грядут. Вот, так что вот это Диабло первое. Это прям прародители всего жанра. Я слышал. Я вот этот ремешок выкину. То есть, 40 мэджик резистов против 15 ко всему. И, учитывая редкое появление... Так, идентификацию собираем. У нас Гризвальд на следующем уровне, да? А на Гризвальде мне дадут бесхозный оффхенд на крит. Рутрэп нам не нужен. Мы вообще все зачистили. И нечего лутать? Это как вообще происходит? А, вон ему лет. Это не из пака. Это просто амоль. Фасткастинг. Не работает. Спасибо за аффикс, который не работает. Мне кажется, что хелл 2 лучше. Хелл 2 доделаний просто. По сути, в хеле третьем гораздо больше всего, в принципе, чем в хеле втором. И эта ситуация будет еще усугубляться. Потому что Мордор закончил разработку хела второго и приступил к хеллу третьему. 10 секунд? Да ладно. Ребят, что? Что? Так может уже пора? Кнопка неактивна. Где моя кнопка? Чувак! 19.00 по Москве. Алло! Старт уже. Какой старт? Где старт? Кто говорит, что старт? Что включаем? Запуск этой игры невозможен. Так, а вот я не уверен, что надо сейчас вообще... Пока не работает, говорят. Плохо стараешься, говорит. Старт падения сервера. Да-да-да, сейчас выйдет стрим. Стрим падения сервера. Так, а что у меня, где, почему, не понял. Где у меня... Вот же. Кто помнит, какая была ошибка на релизе? А там их было несколько. Там 21, 17 и 14 по-разному. Что-то к дисконектам приводило, кто-то к ошибкам авторизации. Не помню. Может, кто-то помнит точно. Ну, вот это уже первый косяк. Давайте возьмем ручку, бумажку. У кого есть ручка с бумажкой? И будем записывать. А потом... У меня есть пассатижи только. Я могу какие-нибудь засечки делать. Миша, лаунч не перезагружай. Там очередь на вход. Ланч уже 100 500. Да ладно. Все, как обычно. Ребята. Близзард, мы не учимся на своих ошибках. Ну, вы даете, конечно, близзы. А я же у них был еще в Версальском офисе. Там, когда еще он существовал до поглощения Activision, до сокращений, до этих BLM, скандалов всяких управляемых. Отличные там товарищи в пиаре в русском. Марл. Таняш Кавл поддержал ваш канал на 500 рублей. Таняш Кавл, привет. Михаил сегодня нашла артефакт из 2018 года и внедрила успешные стримы. Помните шоу-турниры? Да. Марафоны. ГГ. А вот, может, стоит вернуть. Ссылка. У меня есть тоже такой набор карт. Очень классный. О, у тебя тоже Скарлетт. Не Йоханссон, но двойка, да? Правда, версии. Нет, вторая вроде. Там три их уже. Да. Заходи, Миша. Куда заходить? Что ты несешь? Куда? Куда? Не надо вы это самое панику на меня распространять. Давай, скорее, заходи. Обнови. Сам. 245. Куда заходить? Куда? Не могу я заходить. Заходи уже. Хватит карты смотреть. Ты чего? Заходи. Я вообще пошел в первую дьяволу нафиг. Открою на втором мониторе. Просто буду смотреть, сменится что-то или нет. Заходи. Заходи. Рэд говорит, через пару зайдешь. Привет, Рэд. Компни ребутни заработает. Шутку про мамку фильтранул? Угадай какую. Так, может, пока не поздно, пока мы не сдохли, вкачать что-нибудь, чтобы не сдохнуть? Ну, так мне жаба душит, конечно, на синергию за 30 тратить миллион перков. Это просто забей. Что теоретически может быть, кроме, там, эдванста последнего пятого? Чушь-чушь. Возможно, даже, кстати, Тафнес. Ну, потому что... Скорее, армор, конечно. Доггер. Дамаг нам не нужен по 5% по разным типам. Мы вообще с ума сошли. Can see trapped objects. Может быть, вот, кстати, awareness взять. Пока этого нет. Да, погнали. Все. Теперь я буду видеть ловушки. Да мне телекинез не выпал, что вы хотите. Obsession. Можно эти. Find item. Extra chance to get an item from unique monsters. Xe можно запустить ключом launch. Да ладно, Каин, для проверенной информации. Ehe можно запустить через launch. Да ладно, Diablo Beta. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о. Хакеры, хакеры. Трюбус разрешения. Кого разрешать? Это мой компьютер. Охренел, что ли? так кругом обман откуда информация у тебя про launch kindly я kindly wandering у тебя откуда инфа а такой не знаю с мобилки просто сижу услышал там что-то работает не работает не знаю игра запустился нам ожидание очереди 0 а в левом углу в левом углу с планшета говорит kindly а молодец мой прикольный цветом и кнопка играть неактивно пока она неактивная не играю блин какой-то рез похреновенький непонятно hidden уже идут блин пачка до ставить да не забей прожми так сделай так 30 человек in battle а вот это уже серьезней я бы вниз прошел 45 монстров ну это скорее всего перезапусти battle.net обнови battle.net да ладно обновляем надеюсь это нормальный совет я бы поверху пошел сюда вот ну вот здесь милишные как раз не достает можно спрятаться от демонов от этих кайфу лично можно играть бета диаблы запускаю ребята сейчас погодите нужно добить здесь тихо тихо не 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 нет у меня еще не готова ладно все просто стоит к тебе никто не придет поставь стенку и все в очереди на вход в игру время ожидания 4 минуты нет нормально все ждем сейчас хочу здесь на паузу поставить просто и все правда там этот босс я не смогу диагрит просто ладно близ и близ и вовремя не стартанули короче с очереди но пока пока еще все нормально если это будет организовано то то погнали мяу давай давай четыре минуты я записала это было в семь уже минута прошла все еще время ожидания в очереди 4 еще один косяк сразу записываем время ожидания 53 минуты офигеть просто офигеть черт ну ладно надеюсь они не набегут до меня у тебя завышенное ожидание ты абсолютно нет я смотрел там 34 видосика что я знаю 4 версии во первых они стилистически возвращаются постепенно ко второй части второй части по и диабло не должна быть цветастая она должна вселять ужас диабло это вот диабло как первая 2 страшная мрачная серьезная вот потому что ну вот а все эти циферки и эффектики пил пил класс как весело давайте пофармим 8 часов остоп сар сделает испран хорошо 3 минуты осталось вот они сомневались долгое время по поводу концепции у них были варианты и в сделать ее массовой с рейдами в стиле чуть ли не линейки какой-нибудь там массовым бистом боссов с какими-то регионами чертова чертова знает что сейчас хз видел классные там трехмерные модельки врагов в первую очередь три минуту ждем в скобочках уже три ждем может он пишет мне это самое не сколько нам ждать а сколько мы уже подождали полезный счетчик ты да проделывал первой дьявле поставить на паузу может да я стою в таком месте там только зомбари сагрины никто до меня уже не добежит просто я волнуюсь там же хардкор айронмен все дела умру и все сейчас будем изучать пройдем судя по голосованию сразу мага возьмем пыщ пыщ две минутки и это мне еще повезло там кто-то пишет 53 минуты ожидания представляете нормальная такая бы трансляция была я так задумался у меня реально опыта игры в диаблу в разные части в разные там моды промежутка довольно довольно много довольно много как мы в этой в третьей диабле в мэфе на гоблина ходили пока игру не отбалансили заходишь первый акт подземелье чекпоинт пати на четыре человека соответственно убиваешь ищешь гоблина к нему прыгаешь переодеваешься в мф убиваешь гоблины и так вот что дальше не пройти было там то ли крипарин прошел потом еще до патча он был чуть ли не единственным человеком который прошел четвертую сложность в третье диабле до рим до баланса до измене балансовых сюда-то хоть повесточка не добралась наверняка добралась козел женщина наверняка будет демон какой-то или суккуб мужчина хрен его знает и я не изучал вопрос помнишь как мы притворили что взломали восстановлю пиарса да это было классно блин там через саппорт можно было по крайней мере один раз по правильной схеме через vpn заходишь меняешь убиваешь восстановить себе персонаж суккуб мужчины это инкуб это оскорбление это оскорбление нет нет это конкретно вот суккуб мужчина инкуб женщина то есть вот эта повесточка то что ты говоришь это норма о вход в учебную подключение к сервису держал ваш канал на 100 рублей и сообщая опять очередь ваша герой очень важен для нас пожалуйста оставайтесь в подземелье вам ответят 1 возродившийся диабло яркость чтение экрана включать чтение элементов экрана я хочу читать скорость чтения включена позволить старым приложением зачитывать издеваешься не ну ладно не надо без чтения голос диктора переводить голосовой сеть вести всего параметры голоса us yen us mail о female конечно же громкость речи группа обмен клан шепот чувствуется уже качественный русский перевод типа whisper это личное сообщение видимо отмечать сигналом отдельные строки добавлять говорит персонаж такой-то какой-то добавлять канале название канала зачитывать ссылка на предмет название классное тут еще теги немножко кода окей ладно размер текста альтернативные цвета уже альтернативочка подъехал отображение подсветки игроков далее дрожание экрана есть подсветка при ударе в бою отлично будет нас колбасить снизить чистоту поддержал ваш канал на 200 рублей спасибо ваша гринага добрый вечер здрасте хаил здрасте хорошего стрима спасибо больше в этом году перепрошел все дьяволы на удивление больше позитивных эмоций вызвала третья часть идеально покатать после работы а для тебя какая часть лучшая хел не берем только ванила черт они при проходил 3 но точно не первое но 3 3 я согласен с тобой она как продукт просто лучше там и сюжеты ролики там синематики ребята знаменитый близовский синематики тихо это как в первой части это прям вот рим что ставни вот эти вот деревянные колокол доведет мудрец мой промежность мы и ступают душную к свету набрать цветовое таранда хранит меня свет твой доведет меня тихо промежность закрой пасть вот она уже известная дыра в которой надо лезть учу или он беги не синхронизировано blizzard entertainment представляет пытается нас представить нам представить брось его негр негр брось я видел этот ролик вы наверно тоже видели а вот она повесточка справа женщина варвар но и и и и и и и и Я... Я просто пришел сюда для знания. Они приходят! Я знаю. Продолжай сюда! Сейчас. Продолжайся к Знанию. Позвольте нас через эту дверь! Хорошо, помоги мне. Продолжайся к Знанию. Продолжайся к Знанию! Что?! Я нужна двух! Сейчас! Я держу их! Иди! Иди! Так... Он говорит, что кровь от желающих гостей. Ты должен быть милым! Ха! Я пошел! Мы должны помочь ему! Он уже умер! Он уже умер! Знаете, о чем я? У меня нет хп, мы его не спасем! Оставим сокола в подвале! На троих делить-то лучше! На синематике всегда выше... Всяких похвал, близы... В каждой игре, начиная там с первого варика... Просто... Очень много средств внимания вкладывали в синематике. Золото здесь... Точно где-то здесь, читай. Втроем они придут, втроем твои... В общем, что-то откроют. И кровь по... Покорный... Славься! Славься! Славься, славься! Дотер? Не дотер, а дочь, дурак! Это бессмыслица! Что про золото написано? Это... Мы, девочки, собираемся кого-то тут вызвать! Это ритуал! Мы за сокровищами пришли! Какая симпатичная! Вы посмотрите! Ребята... Может это храм? Это место? Или... Это врата! Или склеп? Вообще не синхронизирован перевод! Не синхронизирован перевод! Отличная работа! Эклэпа! На сейчас! Эклэпс! 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 Это твой ключ! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Давайте ограничу 60. Сохранить измене. Должно зааффектить хорошо вас. Да, все, видите, уже плавненько. Ну, это стандартная тема. Они, причем, каждый раз натыкаются на эту ошибку. Ну, напарываются. Что нужен и в PUBG такая тема на старте была. То есть любая недоделанная, блин, игра, она... Потом они с патчами это поправят. Сделают по умолчанию 60 с возможностью расширения. Или вообще при выборе персонажа. Вот. Короче, женщину выбираем. Крейзи миллион двести тридцать одна тысяча четыреста девяносто девять. Поддержал ваш канал на сто рублей и сообщает. По всей логике, магия у некроманта должна быть белой. Да, здесь не стыковка. Давайте завершаем. О, героический режим сразу хардкор присутствует. В героическом режиме персонаж умирает навсегда. Вообще изи. Имя. Друзья, кто хочет стать симпатичной? Симпатичной молодой магичкой. Или магэссой. Или как? Ну, ребята, ну... Может, там девушки есть? Может, Танюшка? Давайте, Танюшка. Танюшка. Те ребята. По варварам катком прошлись аж два раза. В двух Диабле и три. По равнинникам аж три раза. Бедолага. Я... Давайте полное обучение. Пофиг. Для новичков Диабло, что искатель уровень... Что это? Сложность игры можно изменить любое время, вернувшись в экран выбора, посетив. Уровень мира один, сказать приключений для новичков серии. Да, я... Я хочу вообще... Ну, 50, более грозный. Давайте, ветеран. Погибшего нельзя восстановить. Вообще легко. Белый кран. Он... Причем становится таким белым, не сразу. Что я подумал, что игра подвисла. Ооо, это уже игровой движок. Здравствуйте. Санктуарий создавался для людей. Он был пристанищем для тех, кто устал от войны небес и преисподней. Санктуарий, да? Однако, теперь сражения вечного противостояния бушуют и здесь. Таинственные харадримы защищали смертных от угроз. Сейчас этот некогда могущественный орден утратил было величие, и древние создатели санктуария вернулись, чтобы подчинить себе души людей. Но это история о том, как они потерпели поражение. Ооо! Вааа, красиво! Ой, ты какой, а! Вороне где-то бог послал кусочек сыра. И ворон тоже, заметьте, черный? Черный? Ладно. Белые вороны, потому так и называются, что они крайне редки. И куда это мы пришли? И лошадь черная. И этот черный! Слезы крови, что-то там говорят. Слезы крови. Да ну нафиг! Это Танюшка ржет? Танюшка, усилие! Танюшка! Танюшка, не убегай! А мы лошадь назвали Танюшкой. Танюшка, ну... Я не знал. Я такая серьезная же... Танюшка! Лошадка! На самом деле... Танюшка, у тебя чувство самосохранения вообще есть? Только что тут лошадь выпотрошили. Вон кишки наружу. А ты тут с разведки пришла? С факелом в руках? Урон 1-3. Вспомни, что ты маг. Так, вас наверняка базовому заклинанию освещения учили. Нет? Нет. Видимо, нет. Конечно, нет. Я же на ГГ-стрим. Танюшка дышит с трудом. Ни фига себе, Тань. Нормально так. Респект. Ракурс, мое почтение. Опа, а это кто? Ракурс, мое почтение. начинаем движение можете нажимать мне нужно накрыть укрыть и нажмите укрытие папа посерьезнее так смотрите в интерфейсик сразу а ну арненько так хорошо в мини-мапа можно передвигаться пробел уклонения о уклонение с перезарядки кстати в пять секунд восполнить здоровье c о ну все а и там q полный запас здоровья это понятно личные данные открываем смотрим личные данные это все что у нас есть сыромятная туника танюшка эмблема подгрузилась так давайте потихонечку потихонечку сейчас я сейчас я заборюсь сумерки в городе карта журнал заданий табуляция карта открывает кнопка открывает карту здесь на карте у нас открытая местность чекпоинт куда надо идти дальше покалить не будем над горе уровень 1 побежали у я могу прям тыкать вот так вот вот что трупы под ногами взрываются варк я к этим она кстати может у него скорость сейчас атаки ну и заполняется соответственно шкала надо пробел использовать тоже держал ваш канал гринега спасибо большое тихо что еще раз блин я не можешь блин нормально все будет друзья давайте без это самое без геймпад поддерживать секунды чекнуть нет 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 все спасибо гринега идем дальше можно взаимодействовать посмотрим дойдем не отвлекаемся не отвлекаемся не отвлекать спасибо благодарю и кажется надо параметры чуть-чуть пониже сделать а то мне кажется но там вы да она высоко все давайте на среднем вряд ли вы заметите разницу на стриме зато будет плавненько 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 интересно сколько он подвиснет при этом все нормально заходим но выглядит очень симпатично еще один заброшенный город демоны повсюду во тьме кулаки ай он кусается аккуратнее он выступление выступление так что случилось о можно зумить здрасте освен а тебе какое дело тише освен прости нас незнакомка сейчас у нас непростые времена этот безумец просто валился в город и начал дебоширить демоны лезут из руин убьют нас всех всех из руин о чем это он все говорят с акцентом каким-то идем я все покажу объясню покажу демонов все объясню как надо мы идем за вами на севере есть руины где обитает зло этот монах должно быть побывал там то что он увидел свело с ума даже праведника можно поговорить отличный перевод перевод но не перевод у риж дисплейс что это за место в арбалде манг что по поводу монаха у нас просто маленький городок это не наш дом русской версии нет что ли в этом мы сделаем для для него что можем придется запереть его в хижине он попытался откусить освену пальцы не могла бы ты защитить нас от того что бродит снаружи нам больше некуда идти есть в тех руинах если в этих руинах скрылых зло я вытащу его на свет правда вот спасибо ой уровень чуть не умер нажмите а чтобы распределить очки в древней а вот так вот нифига по себе выберите узел щелкните мышкой чтобы при потратить очко умений очки начисляются за каждый новый уровень персонажа искра ледяная стрела а стрела огня игро и грозовая плеть а тут нормально такое же где-то одна десятая часть по ешного дерева близзы проделали работу 10 лет прошло со времен 3 диаблы успели уже перенять персонаж умений персонаж ну ладно давайте выберем ветку какую-нибудь искра поражает основной вероятностью поражает еще максимум трех противник на сединица урон и диспотеки картина начинать становится ли больше урона ушат вероятность крита на 3 секунды максимальный бонус каждый раз когда поражает следить искрящийся заряд энергии искрящийся заряд энергии уязвимы заморожены а это видимо статус и состояние какие-то ледная замороженных уязвим на 3 а вот и змеи внизу получает 20 процентов урона здесь тоже должна быть подсказка подобранный подобранный из близард спасибо ну это лучше я уже думал что можно быть в кои-то веке нормально стартануть нет соединение разорвано ваш игровой клиент будет отключен мамка твоя будет отключена нормально стартовать надо блин каждый раз блин начиная с какой-то с какой вообще игры с любой онлайн и вы с первого просто одно и то же говно одно и то же в 3 диабли такая была да везде это было в любой в любой в любом старте да ребята реально маленькой инди компании просто а умеющий перст не сохранился очень интересно сработало оповещение но может быть а может быть кстати мы не дали разрешение сетевого и из-за этого она ли вылетела почему не спросила перед запуском а меня выкинул горит ледокол 11 минут в очереди но это да это просто нет слов то есть они каждый раз косячи со стартами каждый раз каждый раз фолин подчеркивание темпла поддержка у всех вылетела у всех рублей и сообщает что общего между зимой началом бета тестом близов и противниками или дана они все не готовы не готовы на переподписан слайдакал спасибо большое да блин я сейчас буду ждать видимо в очереди как и все остальные только вот не говори что у меня еще нет нормально все живем пока 50 минут очередь вообще ничего нового ты тварь мразь ладно пойдемте хорошо мне из первого diablo the held on а кстати а я говорил я сегодня даже чуть ли с ледоколом не хотел хотел предлагал забиться из серии спорим типа что вы такая вот такое говно будет обычно я не использую слово говно в практике вы извините меня но это но это просто говнище полное у них бюджетов уже просто миллиарды после пара приобрести покупки близ близ этим активе жены там стоимость компании сколько там лярда держал ваш канал на 100 рублей и сообщает вот думал папчик поехать или дьяволу под кальян посмотрит кальян сделал поехал я по да да и поехал да мы все поехали 50 минут в очереди ждать так вы смотрите у нас на самом деле есть чем заняться в ожидании очереди пользуясь случаем рекомендую бесплатный мод к 1 diablo 1 качаете сторинтов официально можно купить на агоге в магазине близ и даже в магазине диабло ваш канал на 100 рублей и сообщает конечно 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 пофиксит на релизе то они вообще никогда не лагали нет никогда там же народу скорее всего тоже будет поменьше на релизе но откуда тут как бы бета только по предзаказу да я думаю что открытая бета вот публичные через там две недели уже все вообще никаких проблем не будет банка с ловкости лежит кобрусь я в курсе что там лежит это трапперши она должна все зачистить сначала потом за банками и за хренанками ходить вот мы вернемся к этому всему потому что как только ты начинаешь лутать и пропадают ловушки дополнительный риск мало там надо и снова закидывать если кто-то подойдет а чё делать в общем да это бы это было для тех кто предзаказал уже игру там так у меня об и тигры у ног моих сели уже две ловушки определен вы видели телекинеза все равно не выпало и мы играем соответственно в на ironman режиме тут все много сложностей пастор хитрикавери все интеграции держал ваш канал на 100 рублей и сообща спасибо еще раз но зато с неграми все в порядке да ты еще кастомизацию скидкой надо было заглянуть под платье твоей сорки вдруг это юный волшебник такой симпатии да нет 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 я понял да надо было заглянуть на всякий случай а то бы мы там разговорились бы с ней что-то планировать начали а потом бац и кадык опасно ладно раз уж я сюда вернулся давайте уже избавляться вот так болт рэп 6 зарекался выбрать дэн а скорость а 24 забей да там дело в скорости фолин подчеркивание темп рассказывали держал ваш канал на 100 рублей да ты что общает нифига лизы не виноваты танюшка просто устала у нее во владике уже поздно да и винишко ты ей не налил как не налил как не налил это даже это это дезинформация наговор так проверим в очередь обратный отчет идет нормально нормально 46 минут а на самом деле здесь вторая сложность у меня челлендж на закрыть на закрывание 2 двух сложностей и если нам удастся закрыть три сложности то мы будем кажется никто не закрывал пока что из папашек а с таким халявным классом это сделать просто easy потом я контрику там и трайк су и рэду всем короче профессионалом 1 диабли которые там собаку и не только съели на на всяких турнирах буду говорить а между прочим между прочим ленте ну да чё будет говорить про халяву там что за фастер хитрикаври зачем мне три раза одно и то же давать битовой на низкая база не уверен что надо проверять это то в хэнд крит шанса хотя он хит и дает база просто никакая ну что такое 14 4 не так сильно я проигрываю да не я по дф я выигрываю так пару просаживались нет надо брать хороший щиток ну как бы крит растет на тройку дф я растет на двойку армор падает на пятерку но у нас добавляется еще 15 хитов между прочим как 15 а у меня в хэнд с хитами я теряю 13 хитов ради трех хитов 3 крита давай вот так вот сделаем глядишь там крит если прокачивание не планирую просто ближайшее время крит качать там сила требуется у нас другие приоритеты нам нужно догнать ловкость до а да кстати если сейчас кто-то там с пришел от щеглов новеньких типа что происходит вообще кто кто это стриме то чего он такой вот что это за игра где там 4 diablo фу какая графика плохая во первых щегол это благодаря этой игре появился целый жанр это собственно основа твои diablo поэтам не знаю чего от чего-то там нравится не его поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает привет я под ветку до 4 открыл 25-летний ром а тут такое закрой но мы закрой закрой пока не поздно так я щеглов не не это самое не дочитал возможно даже эта игра старше тебя ну не конкретная модификация но 1 diablo ей 28 лет как-то так кажется там что-то оставил дым да фешный пояс марганит ой на следующем будет санласи о этом разгуляю с ловушками либо сдохну либо разгуляюсь вот 10 объектов аркин star да и 1 diablo отлично работают здесь же могла с глазами links да это она но она ровесник рома хотя не ромен 32 годика он уже игра до роман самар здравствуй так это нет нет ловушка а где мне достать еще объекты куда вы игра запрятала объекты и 5 сундуков нужно идти или бочек лучше конечно что-то более безопасное чем сундук с ловушкой и что-то валяется второе barrel . раз там ловушка идентификация которая не помещается пара бочек мне нужно еще немножко еще 2 найти вот тут в этом режиме ironman ты не можешь пройти пока не зачистил уровень ну по крайней мере убил всех противников и какую-то часть предметов не вскрыл так вот здесь есть еще часть то есть диск насколько понимаю всех приняли попробовать открыть молнии реза есть внешне убьет с мана тут самая опасная ловушка это light немного которая в разные стороны пыщ пыщ делает и больно бьет но сопротивляем исполнил нас хорошие с на аккуратненько ладно не аккуратненько забей сразу дверной проем можно стынку ставится пофиг ловушка сразу стреляет 9 человек демоны пачка 8 и пачка лайтинг реза есть как раз сопротивляемости милишные демоны чушь полная девчонки тоже с магическим уроном не очень так что этот уровень мы чистим сразу идем на а вот эта пачка мол они не сопротивляются огню поэтому я поставлю стеночку даже герои не сопротивляется как же быстро они отлетают от нее и мое асписа это щиток с актуальным базы насколько я помню да а есть по реза немножко здоровья а собственно столько же здоровья фаереза не думая меняем фаерезы 65 особенно важно учитывая что мы пойдем в пит по условиям челленджа обязательно должны это делать защищать все уровни питом так давай не будем пока идентификации с а я я вот это ошибка вот поэтому не надо лутать понимаете двигаешься дальше не расставив ловушки старые исчезают и все и тебе вместо того чтобы ну надо просто накидывать за заново их пять человек механику не самая дурацкая конечно самые элементарные но в данной версии игры она является чуть ли не самым самым простым дпс нам персонажем я буду сидеть я буду ждать четвертый дьявол так что если вы смотрите где-нибудь там в записи спустя пять лет на ютубе вы наверное видите что на видосики еще там несколько часов впереди это нормально мотай сверху пачка демонесс но они даже меня не видят и умирают двадцать три моба зря я вышел сюда закончилось возрение не доходит дождем он не доходит и довольно плотные типа хаббард стоит вот минус демонесса и вот он еще один герой который тоже решил прийти я бы хаббардом пока у меня есть эти у уникальный перча скинул да блин достал уже у меня ловушки исчезают прицел к ставить причем они такие scale mail gloves это у дамаг что ли холли не сайл не работает дэмэдж то андэд может сработать на самом деле на ловушке хотя может и не будет перчатки против андэдов точность не работает на этот класс холли мили missile не работает потому что это ближний бой и стрельба на стрельба из оружия дфе десятка чушь они перчатки я так считаю рандомайз работает на сахарок у глобальные афиксы должны работать на сахарок и вот этот урон панды нам тоже теоретически должен работать то есть вот total damage должен работать работает соответственно крит ну крит имеется ввиду шанс крита 30 процентов 50 процентов урона нести а вот и шамблеры блин а я немножко тут нет ну давай опять без ловушек просто и опять без шляпы шамблеры здесь охраняют собственно вход в дополнительный уровень куда пойду не дочищая этот то что хочу избавиться от такого количества идентификации сколько можно ты козлы слева тоже стреляют на туре тоже почти все демоны были пачки демонессы тоже эти были так мин сейчас нужна будет ваша помощь друзья цифры запоминаем сначала тройка идет два раза тройка потом не тройка 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 только единица не тройка начинаем заново единица снова тройка тройка единица тройка единица тройка единица тройка единица не единица тройка тройка единица тройка единица я думаю тройка снова тройка снова тройка снова тройка снова тройка три раза тройка конце и четвертый раз спасибо за помощь друзья а я не буду наверное light радиус уменьшать здесь. Сейчас мы будем страдать, друзья. Генерация очень хорошая. Начинаем выкидывать ловушки здесь. И двигаемся вниз. К нам не смогут снизу дойти. 150 человек. На этом уровне только лучницы. Уже минус 40. Уже минус половину уровня. Мордесса с пулей нужен. Герой. Нужно раскидать тут по основным кучам и все забыть. И штук 10 поставить, чтобы они спокойно забили. Мордесса начинает попадать. 40 человек. Сейчас надо вот эту основную группу справа убить. И останется Мордесса с М. Блин, она попадает довольно стабильным. Видите, что творит. Там новые ее должны, друзья, подходить. Теоретически. А слева еще кто-то есть. Телепорт здесь не завязать. 10 человек осталось. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ну, то есть Мордесса плюс 1. Ну, и кто засекал, сколько времени это за... Рефлект? Какой рефлект против... Против Рейнджа? А ты точно эксперт, Эмишин? Рефлект? Вот это вот он... Защищает только от... Удара вблизи. Просто для сравнения, некоторые классы типа воинов не совсем подготовлены к 10... Ну, кроме того, что они могут умереть, они здесь могут просто застрять на часик. Без привлечения. Часик, два. Не хватит немножко Экюреси. И все, и до свидания. А я буду уже лутать. Ремень на виту. Здесь вроде как высокоуровневые предметы, но не всегда, как вы видите. Щиток на силу, ингрейд вообще старенький. Надо только не забыть наши перчатки. Рандомайз работает на гидромансера. Рандомайз на гидромансера... Да, должен работать. И крит должен работать тоже. Надо обойти вот так вот. Так, испортили старт Диабло 4. Ну все, синематики посмотрели, класс выбрали. Все, погнали, читаем, погружаемся. На-на. Просто на-на. Медей-то переподписан сто один месяц. Спасибо, медиатор. Сто один, сколько? Что? Мордес умирает тоже. Эру трэп четвертый редкий. Конечно же, нет. Батеньки вид там. Старый армор, старый армор. Но не настолько старый, что смысла нет. Да. Колдре с ДФЕ. Маловероятным. Армор против демонов ДФЕ. Без здоровьем. Да и зачем тебе лицом танковать? Такое себе. Армор дико прошлого тира. Армор с армором. Четвертый эру трэп. Называется, идентификации потратил. Сейчас. Два раза. Чек, не очередь? Двадцать минут. Ладно, периодически чекать. Пам-пам. Так, я правильно же иду, да? Надеюсь, вроде должен завернуть. И нет. Так, как не забраться в обход? Только... Не, вот здесь же можно пройти. Все. Разобрались. Окей, хоть опыт получили. Немножко золотом. Надо идти дальше. Дочистить это. Двадцать девять человек всего лишь осталось. Это реально мало. Миша, Мордору не вернул активный телепорт, когда квест локовый. Я не видел как-то такого. Я думаю, можете перчатки собрать, проверить, если этот урон, 70% урона против андедов будет работать на ловушке. Только на ком он мне поможет, я не знаю. Ну, то есть, какой босс андед? Даже в теории может быть таким, что нам не хватит на него ДПС. Это сложно предположить, на самом деле. Какие-нибудь там в хайве люди. Те с магическим уроном, с ДФЕ высоким. Может быть. На рыцарей хватает просто. Ну, хотя да, может быть, квестовые рыцари на тринадцатом. У тебя холиболт есть уже. Сундук с ловушкой. И пятеро последних осталось. Извините, четверо. Ой, трое, двое, извините. Быстро умирают. Физдамаг. Не работающий. И девять объектов. Да, наверное, я потаскаю эти перчатки все-таки. Част есть. Здесь объекты добиваем последние. И проверить. Те кольца на Дексу... Смотрите, что-то меня это застал. Да мы догоним Дексу. Мы ее сейчас качаем каждый уровень. Это не... Не проблема. Место есть немножечко. Ну, что тут? Тут 80% урона по нежити и 10 дефь е. Ну, ладно, 10 дефь е такое себе. Но первые два аффикса не работают. Третий аффикс тоже не работает. Лайф реген пофиг. Сила сравнительно пофиг. Хармор не совсем. Но вот отключающие это плохо. Но потом разберемся, я думаю. Все еще не нужны идентификации, потому что через уровень у нас будет сокровищница. Сокровищницы смертные будут. Ну, пока идем на 12-е. Что делать? Тут сразу пак. Очень опасно. Ну, они довольно простые с точки зрения... Ну, они не плотные. Ну, и молниями они не будут пробивать. Ну, просто. Героя уже нет. Здравствуйте. Хармор класс. Понятно. Так, там еще лучников пачка. Надо сюда двигаться, пока ловушки стоят. Лучников главное лицом не танковать. Ну, когда их много. Сейчас-то можно... Arrow trap 7 не проверяем. Arrow trap и не сбалансированы здесь. Large chest под ловушкой. Small chest без. Не хочу рисковать без телекинеза. Вот честно. Ну, не хочу открывать эти сундуки с возможными последствиями в виде ваншота. Даже если вы вероятность, там, процентов 5. Учитывая запас здоровья, DFE, вот эта совокупность у наших защитных факторов против потенциальной ловушки. Ну, конкретный, самый опасный, который может здесь быть. Все равно не... Не стоит того. Как понимаю, у Близзов для D4 сервера на 486 процент. Да, они экономят на это самое, на инфраструктуре. То есть тебе... Они создают ажиотаж за счет хорошего маркетинга. Но тебе... Димка хитрец. Хитрец! Привет! Стат и стат. Инженер брал. В ТХ3 у меня так не работало. А ты тут летящей походкой. Двери открываешь к дябле. Покажи мою инфушку. Короче, это The Hell 3. Это реально The Hell 3. И никаких дополнительных... У меня статы, которые не влияют на дамаг вообще. И прокачка. Ну, просто чуть дополнительные криты и все. Может быть, ты раут трепы используешь? Их не нужно использовать. То есть это ошибка. Только болтовские ловушки с уроном, с приоритетом на дамаг. Второй аффикс, который тебе нужен... Ну, так или иначе. Это криты. Крит шанс крит. Как-то так. И это сейчас... Ну, реальность такая. То есть она... Она вот такая вот. Трапиш. Фангл Том. Спектральный эликсир. А да, она врывается. Ты качал скилл на виденье ловушек? Да, видел. Виденье ловушек. Эвернесс называется. Ну, это не трейд, это перк. То есть это не черта, о которой он говорит. Я... Вот он про трейты спрашивает. А перки я вкачивал просто на крит шанс, крит урон. Это единственные дамаги, которые я качал. И остальное все так или иначе с защиты. Ну, эти кризисов-то мне не очень хватает, если выскочит пачка таких. Я и побоялся, что вдруг, когда вот они первыми пошли, я думаю, все. А, Боткин на урон. Точно, Боткин на урон. Боткин на пробивание ДФЕ врага. То есть я Боткин докачал до... 42%. То есть когда там стартовые 8, потом дименшины... Ну, уменьшение каждые 2 раза на единичку. Я докачал до... Опачки, здрасте. И я докачал до... 42%. Ну, когда он в пятерку уже шел. Боллтрэп седьмой редкий? Ну, редкий нет. Редкий это даже хуже. Блин, она неплохая. Тут 3 крита, соточка, 144. А сколько мне дает 3% крита? Какой у меня модификатор сейчас? 450, да? 450. То есть у меня крит дает x2. То есть множитель крита дает мне 6... Сам крит шанс мне дает 6% ДПСа. А 50% крит дамеджи дает 7% ДПС. То есть 10% ДПСа за счет крита здесь. Если сравнить, падает больше, чем на 10. А жаль. В остальном они по КД одинаковые, поэтому... Посчитано. Посчитано. Так, ну и 12 закрываем. Я в шоке, если честно. Какие трейды у тебя? Adventure и Gifted. Такие классические статовые эти. Статовые трейды. Один тебе дает плюс единичку статов каждый левелап. Ну, уже плюс 33 получается. Плюс 32, если быть точным. А второй дает плюс 5 всего. Плюс 10 капа. Но штрафует там по... По мане. По монополу, кажется. Да, вот четверка последняя. Великолепно. И четвертую. В за хейл играют настоящие мужчины. Нуб не играет в за хейл. Все, 12 уровень зачистили. Спектральный нашли. Миша, я зашел. Что мне делать с этой информацией? 16 минут. Порадоваться только. Молодец. Так, я сделаю сейф. Делаю лот. Ну, потому что каждые 4 уровня у тебя тут есть возможность сохраниться. Хотя по условиям Iron Man ты не можешь. Если умер, использовать этот сейф. Ледокол там нашел пвп в дябле. Да ладно? Да ладно? Лед, а колыч? Так, сразу у нас тут... Трэжа. Как же рыцари отлетают тоже. Which is expected. Ну, 13 уровень такой опасненький уже. Тут на полуторные скорости, может, не стоит идти. Ага, можно сразу открыть. Я начну с открывания, опять же, чтобы фейзеры есть. Вот это очень плохо. Открываем. Капец, динамика просто. Нет слов. Босс. Был. О, стрэп мэйл хорошая. Хамакари тоже. Боллтрэп шестой. Понятно. Ну, то есть, есть тут вероятность получить предметы какие-нибудь. 23 магии. Можно заменить, на самом деле. У меня есть там улит на магию. Ман-реген. Это на случай, если у нас будут какие-то... Еще там следующий голем или еще что-то прочитать. Синь мэйл игнорируем, потому что... Да. Здесь маловероятно, потому что аспис у нас попал почти во все. Просто с маленькими статами. Перчатки берем. Остается стрэп мэйл. К шестой низкий уровень не зайдет. Фастер хит рекавери. И наш текущий армор. Хамакари. Он виксовый тоже не зайдет. Рутрэп возьму... Восьмой не будем даже проверять. Грейпчилд старенький не будем проверять. Бригантин не будем. Там точно ничего не будет. И получается все. Виви говорит, а мне нравится графика в четвертой Диабло. Очень похожа на первую, но я так понимаю, это мод. Ты не представляешь, Виви, сколько раз уже люди так шутили. Вот и пришел такой юморной весь. Такой веселенький. Литовский парень. Шутки при Баупке. При Баупке. При Баупке. А я уже слышал, прикинь. Не раз. Но у нас очередь в Диабло. Мы ее ждем. Налог на шутки можно выводить. О, а вот и пачка. Это рейнджерка с... Гоблинами. А у меня этого не было. Электрокьюд. Хорошо. Там бы еще магию падать, это самое, подтянуть. Потому что... Скоро не будем уже... Кстати, виллу в стил можно выкинуть пока что. Мы же на следующем его возьмем. Ну, пока она идет очень уверенно. Да, ей виллу в стил... Ой, как он называется-то, господи. Так, трэпт. Там ловушечка есть. О, хидены идут. Возможно, криминал. Возможно, пак. М-да. М-да. Здрасте. Фаст архит рекавери. Ну, суют. У меня такое впечатление, что просто фаст архит рекавери начинает падать с определенного уровня. И я как бы на этом уровне сейчас нахожусь. Ну, не моего конкретного уровня, а уровня подземелий. О, спулил еще. За счет форсвейва народ. Это хорошо. 42 человека. Вот это похуже. Успел поставить снуку грамотную. Ну, там 30 тел просто. Включая хиденов. Боллтрэп девятый. Да вы что? Я пока еще не почувствовал, что урона перестает хватать. Мне уже болтовскую ловушку девятую дают. Мордор, спасибо за щедрость. Да, он демоны-миньоны. Можно уже за счет магии, маны, точнее, вызывать голема потихонечку. Как еще одного заградительного... Нет, 19 человек, Михаил. Внимательно. 18. А, там рыцари. Да, рыцари пак. Ну вот. А, рыцари с чаржем. Да, вот они такие. Вон. Бегают спинами. Да, брось, не надо. А этот босс тоже выходит. Боллтрэп четвертый. У меня бы девятый. Вот он, фейзер. Вот он, големчик. Да, хорош. Да, хорош. Слушай, они такие дикие все. Где у вас герои? Вижу героя. Раст вивер. Давай уже, остановись. Не попал, не попал, не попал. Три раза не попал. Хотя армора у нас, ну, 140. Бы не сказать, что много. Там еще один трэпт-обжект. И здесь трэпт-обжект. Десять. Фейзеров бы добить. Миньонов застрявших. Оружие ломается. Ну, что там очередь? Шесть минут, ребята, шесть минут. И мы снова в игре. Надолго ли? Пока пауза. Давайте вот эти кучи. Абгиевы конюшни разберем. 46 хитов в кольце. Здрасте. Просто нано, Михаил. 400 хитов. 23-е кольцо. Надо запомнить. Базу, может быть, 40 в амулете. Ну, амулет мне там 50 процентов. Больше 50 процентов урона дает. Ладно, не больше. В районе 50. Эликсир магии. Растет он нам на глазах. Вот эта подруга. И как я в пяти разойдусь. Вообще. Конечно, вообще все нипочем будет. Порезы будут в капе. Стенки уже есть. Мне что вообще никто не страшен будет. Надо собирать идентификацию. Это миллион всего тоже будет. Уже через уровень. Пять чернокожих из пяти. Я до сих пор не могу поверить просто в это. Что это такое? Это какой-то глобальный просто заговор. Чернокожий некромант. Дали опыта. Наверху вижу, демон остался. Надо его тоже собрать. Здесь, скорее всего, тупик будет угловой. Ну, я должен за все вот эти вот закутки проверить. Чтобы не на следующий уровень пустили. О, там, вижен. Кажется. А кто это, кстати, интересно? А лучница с рыцарями. Довольно больно бьет. Голем вытанковывает, как царь. Оно выжило, блин. Седьмой был трэп. А у меня восьмой, да? Этот с четверкой. Не, 24. Может быть. Синталис. Синталис, благодарю тебя. Низкий поклон. Всем, товарищи, кто на гудгейме смотрит, общается в чате. Уважение. Уважение, низкий поклон. Благодарю вас за то, что вы смотрите трансляции. Вчера я узнал о том, что, к сожалению, еще один проект который тоже в сфере киберспорта закрывается. Это Кликсторм, наверняка вы слышали. Турнирная платформа. И фактически у нас остается опять только ВК. Поэтому, если не будет гудгейма, будет все очень плохо. Мяукер. Мяукер. Вот. Здесь вам всегда помогут. Здесь встретят адекватные люди. Танюшка подтвердит. Четверо последних упырей. И 10 объектов. Болт трэп. Надо было, наверное, посмотреть на девятую болт трэпу. Вдруг она там на голову выше. Чего я на нее не посмотрел, а? Вот кто скажет, почему я не посмотрел на на нее? Она же была. Требовник магии. Заметьте. Вот где я слакаю сейчас. Да я везде слакаю. Мне дексы не хватает, но уже следующий уровень надо магию качнуть. Уже 5-5 надо делать. Или 10, потом 5-5 выкачивать. А то здесь такая система, что если ты не дотягиваешься просто там, предметы перестают падать. Так, 8, 8, 8. А где же еще? Тут ловушек столько, я боюсь. Наверху, кажется, в самом начале я не открывал. Я видел? Да, вот она. Золото. Так, что там? 2 минуты, ребят, все. На следующий уровень здесь я не иду. Ждем. Почти 20 лет прошло и 4 Диабла. Прус пишет в личке. Видимо, с твича пришел. У нас проще обращаться к товарищам не через собаку, не к нейм, а просто тыкаешь на стрелочку там, где сообщение. Пишет. Михалыч, привет. Продуктивная забега. Расскажи, какие трейты взял, что ты из перков синергии качаешь с тапперкой. И я вообще почти все равно, что делать. У нее огромное количество свободы. Я взял статов, как раз, чтобы дотягиваться до арморов и дотягиваться до ловушки. То есть Adventure и Gifted. Здесь Endurance Fortitude, потому что ты за 3 перка и 1 синергию получаешь 50 хитов. Соответственно, Слэвер Эксперт Киллер как единственные аффиксы, которые влияют на ее урон. Хотя у нее базовый крит 12, модификатор крита 200%. Ну а что еще делать? Боткин Пойнс. И, соответственно, подтягивал Дексу и магию под Боткинс Пойнс, но только до 6, потому что дальше идет уже сокращение, и так урона тебе хватает. Взял Awareness, но это из-за того, что телекинеза нет. Взял Advanced User, потому что выпадают вещи реально выше уровня, и ты не справляешься по статам, даже с учетом статовых перков. И 2 Insulation для стенок пока что так. По синергиям ничего больше. Там ничего у нее особо и нет. Добро пожаловать в преисподнюю. Серьезно? От имени команды разработчиков Diablo 3 приветствуем вас в заключительной бета. Теперь у вас есть возможность сродиться с армиями преисподней до выхода игры 16 июня. В ходе бета-тестирования вы сможете исследовать расколотые вершины, развивать персонажей до 25 уровня. Бета-версия игры вас ждет огромное количество контента, но сама она лишь малая часть Diablo 4. В полной версии игры вы сможете развить персонажей до 100 уровня, проходить кампанию, исследовать целый континент и пользоваться увлекательными системами для игры на высоком уровне. Просим учесть, что работа над игрой еще не завершена, и поэтому вы можете столкнуться с неполадками, нарушениями соединения, снижениями быстродействия, сыпью и смертью. Бета-тестирование дает нам возможность собрать отзывы игроков, учесть замечания, и мы продолжим трудиться. А зачем здесь запятая? Не понял. Бета-тестирование дает нам возможность собрать отзывы игроков и учесть их после замечаний. Мы продолжим. А, и мы продолжим новое предложение, да, все-таки? Как? Как будто. Я думал, дает нам возможности. Нет, это два разных, конечно. Это сложное предложение. Путешествую по Санктуарию, вы можете столкнуться с неполадками и захотите поделиться впечатлениями о Диаболе с единомышленниками. Специально для этого мы создали форум на сайте goodgame.ru. Щелкните по кнопке ниже, чтобы сразу перейти на великолепный синий сайт, изучить там трансляции турнира и присоединиться к нашему уютному чатику. Прежде чем оставлять жалобу на неполадку, не забудьте подписаться на трансляцию, отправить сообщение и добавить канал, короче, подписаться на уведомления. Да, здравствует благословенный бобр-пират. Окей. Better Language Sport. Работа над бета-клиентом еще не завершена, и он не включает полную озвучку языков, которые будут поддерживаться в полной версии Diablo. Танюшка героическая, молодец, ждет нас, оказывается. А, еще у нас тут две разные очереди. В очередь на начало в игру и чтобы зайти еще. Давайте, ладно. Текст боевого урона раскрашен в разницу. Это удобно, кстати. Критически желтый, что-то там еще. Слишком быстро все. Так, Невск. Мы оказались... Я вроде в городе не со всеми поговорил, но ладно. Если Девмир займет все место у огня, просто пихни его как следует. Так, а можно как-то... Что это? А, ты у нас... Лечишь. С огнем все хорошо. Но мне лучше проследить за ним подольше, чтобы он точно не погас. Так, окей. Нам пометки наверх. У нас есть дэш. У нас есть... Хогвартская магия. А, я не выбрал же перк. Слушайте, я же смотрел, смотрел да не выбрал. Давайте, что-нибудь. Начнем с чтения. Грозовая плеть. Базовый шок. Пирамантия. Мороз. Искра. Вы поражаете противников перед собой дуговым разрядом молнии среди 12 урона каждой десятой и оглушает пораженных противников на 2 секунды. Если первый взмах ну и с критичностью она сабатывает повторно. Неплохо. За каждого противника пораженного грузового скорость передвижения повышается. Да, о, неплохо. Так, здесь что? Пробивает стрелок огня. Пробивает подожженных противников. А, типа, проходит сквозь. Две маны, когда поражает горящего противника. Интересно, сколько стоит будет критические удары. Бла-бла-бла. Ледяная. С вероятностью 15% вызывает преподание окоченения поражая окружающих. Эта вероятность повышается на 100%. Вестицель заморожена. А, 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 а. Замороженные противники не могут двигаться атаковать, или можно заморозить несколько раз, примив к ней эффект окоченения. То есть, настакиваешь окоченение, получается заморозка. Покоченевшим. Так, ну и искра. Это шок, молния. Урон от молнии, соответственно. Тут урон от холода, урон от огня, урон от молнии. две молнии получается да давайте интересно посмотреть на механику а и мы продвигаемся навык был автоматически привязан к панели о какой панели видимо я что ты она побежали и роман милого джейки кажется со мной кто-то в игре разговаривает ну ну кула а это озвучивание голосового чата вы издеваетесь о ее ее на что я же не схожу с ума общение о о нет как выключить как выключить ладно хрен с тобой пусть думаем что показалось опа повязки бродяги так еще раз у нас стрела запускайте морозный цель не наносится урон коченение и замедление на 15 процентов класс о олень на пути я я реально внимательно смотрел я за рулем не отвлекался но олень просто выскочил из ниоткуда у красиво с освещением тут явно поработали такие мокрые доски сырость атмосфера так нет я так ребята звук как как убрать общая громкость диалоговых эффектов устройствую голосовой чат вот кажется но громкость голосового чата вот все вот так вот сохранить изменения и пусть меня не услышат и я не буду слышать это заходит и в голосовой озвучивается тихо спокойно а 51-то критик он летает уровень 3 очко далее умений повязки бродяги сравнивается он через что через шифт сравнивается разберите предмет чтобы открыть и новый вариант внешнего вида так у нас новая мы можем прокачать до пятерки эту соответственно урон возрастет до 11 она того не стоит может десятка соответственно с вероятностью преподание вызывает окоченение поражая окружающих противников это короче с 15 процентным шансом мы еще насколько понимаю будем противников полностью замораживать сундук офигеть пока не вижу заморозки играем на хардкоре ребят собрались ну тут конечно скелеты вообще такие скелеты неудачники арморчик пошел а какой у нас плюс 40 брони здравствуйте сила таки 36 броня здоровье звание ага скользание можно бочки взрывать чё на все еще горит понятно что я себе то только так а тут хилочка да красиво и мрачно ну вот в третье дябле мне как раз не нравилась мультяшность но игра кажется медленной но это скорее всего из-за это скорее всего из-за того что просто нулевая прокачка этом скорость перемещения ауры мантры крики и прочие там запас будет запас есть есть большой очень и так тыкают слабенько я понимаю что мне не туда по карте но я давай не будем наверно тут у ворота есть я в курсе нам в конце универси точно он справа внизу уклонения на пробел нажимаешь и прыгаешь вот это ворот а стоп нет меня видят сюда или стоп не понял это показываются мои старые шаги что ли или что и я правильно шел меня смутило что видите там шаги показываются мы это не траектория я прочитала как траектория от чекпоинта а лежать вот уже посерьезнее и на нем нарисован огонек так у нас новая ветка кстати основные навыки расходуют ресурс на мощные атаки так это у нас основные навыки получаются это были базовые навыки то есть с руки стреляешь давайте посмотрим нас интересует конечно сочетание стихийное то есть мороз окоченение прочее начнем с этого вы создаете морозную сферу которая заставляет цели коченеть замедляя на третье выпускать про пронзающие из строю диабло кажется у сорочки даже билд был какой-то по завершении морозная сфера взрывается на себя 8 урон заставляя противника коченеть выпускаете 5 осколков каждый из которых носит 7 урона сколько льда носит больше урона про замороженным противником ага есть еще перки просто вот берешь как когда вы применять умение не являющиеся базовым сопротивление 7 стихий им повышается да тут я понял принцип более-менее понятен чем-то чем-то на упрощенную версию по и похоже давайте морозную сферу возьмем морозную сферу вот такая вот да это прямо на это прям старой диабло но основной скилл восстанавливает ману получается да генерит а там воскрешают ухы а сколько восстанавливает непонятно то видно мы что после стрельбы там идет такой тик 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 и восстановление контакт привет в частике в чатике всем большой кажется вижу эти взрывы которых говорились после заморозки красиво зал призвание видимо здесь о босс босс понятно ну все гг ребят о па уязвимас а а а а ой, извините а помните в третьей дябле, когда вы первую босса встретили, там сразу о, вот, сработал статус заморозки неплохо неплохо, я же увернулся, алло ты офигел, пес неплохо то есть, когда он прыгает, он урона тоже нормально наносит пора умирать, друг полная же из шкур так что у нас есть у нас есть догоняющий прочный посох урона за удар увеличивается там плюс 20 атак в секунду у меньше кстати и 6 процент крон противных эффектов контроля и 4 урон целям вдалеке и сверху из что это прочный ритуальный череп а это тоже мне казалось что это offhand а это просто что 2 это двуручный что ли да да и двуручный получается урона в секунду так мы не сильно по дпс выигрываем магический ритуальный череп то есть палочки есть посохи палочки одноручные посохи двуручные окей штаны меняем не потому что босс был сложный все нормально по плану и возьму все-таки такой посох так а очки мы вообще здесь статы интересно можем про прокачивать потерял характеристики дыхание уж тут что это пахнет крафтом на самом деле остатки монстров витой берег до редкий материал легендарных украшений для их улучшения используется надеюсь не надо будет как в этой в мобильной версии diablo и платить 20к для того чтобы улучшить персонажа так вот она у нас валюта золото шепчущие оболы или обл оболы скорее всего нужны для покупки предметов торговцы диковинками можно получить за случайные события в санктуарии красную пыль нужна для покупки предметов у торговцев в сухих степях и кеджистане добывается на алтарях извлечение через очищение семян и ненависти семена не на ненависти можно найти только в зонах для pvp четвертый уровень сила бронь увеличивает into урон от умений в процентах и резисты повышает скорость выполнения ресурсов сила воли и исцеления увеличивает подавляющий урон подавляющий урон и ловкость крит уклонения урон от оружия скорость вероятность крита крит модификатор вот вероятность подавляющего урона когда вы применяете умение с некоторой вероятностью весь урон от него может стать подавляющим я вот не помню такой механики в третьей дябле подавляющий урон увеличивается в зависимости от суммы вашего текущего здоровья и укрепленного запаса здоровья наносимый бонусный урон масштабируется в соответствии с умением на следующий подавляющий урон периодические эффекты таких а также пассивные поддерживание умений могут носить подавляющий урон короче с некоторой вероятность низкая как это видимо какой-то вариант крита да то есть низкая вероятность любое 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 умение ски увеличивается он от здоровья и какого-то укрепленного запаса здоровья укрепленного запаса здоровья что это может это тав нас они так перевели наносимый базовый урон ладно но это явно более такая поздняя сейчас сейчас он не сильно аффектит про а тут вейпоинт это вейпоинт такой они там на веревку просто натыкаешь ходишь о красиво тайга ледяного боя мы сразу оказались дома сдадим квест ты вернулся старые руины пустые городу ничего не угрожает правда да тебя послали небеса прости с деньгами отблагодарить не можем только похлебкой hot stew good company выпей с нами свой вкус похлебки твое общество честь для нас мой совья какая и и и нас травили или мы упились такая дешевая отдача нас отравили так же дешево ну это просто нелепо нелепо абсолютно выглядит как начало мемы про деваху и он на диване и тут skyrim начинается до такой я увидел свой труп из моего рта вышла ненависть отец жег своих детей на костре а мать создал из пепла новую эпоху и пёс тут я видел как слабые стали сильными как стая и гнят пожирала волков кровавые слезы пролились на бриллиант пустыни и развергся путь преисподнюю а затем копье света и пронзила сердце ненависти и сузников темницы спали цепи пророчества ратмы ну еще мы мы создадим сейчас нового героя просто будем знать что этот квест не надо выполнять и все интересно у них деревенька во имя крови матери и плоти матери узри ее славу и умри а бифа и дай класс не страшно мужик нормально я знаю есть не с таких передряг выбирался еще не готова говорит и тут а тут монг что ли выбрался иосиф ты ли это не он не темный это нормальный белый монах они идут вся деревня просыпайся пьянь стой придется выбираться с боем сюда взять их сохранила свет да я уже качнулся на их заданий ребята но это несерьезно просто несерьезно о бродяжная туника у страж мы не дали редкую броню сразу плюс о что у меня брони столько что мне никто не пробьет кто следующий алё где этот пёс который с ничего не сделал когда не меня везли теперь ты богословен как и я танюшка и иосиф у нас кажется все сохрани на свет так укрепленный запас здоровья судя по всему запас здоровья добавлен базовый манжер принимается бонус скажет мы что мы считаем прикол были в линейке времен понятно безумец эти еретики отправили меня когда я вернулся из руин как и тебя когда я пришел в себя кто сбежал попытался попасть что я не успел меня вырвало танюшка спокойно люди едят на стриме а ты что это за зло такое кровавые лепестки они должно быть скань скормили их мне такое богохульство где они этому научились ответы наверняка спрятаны в часовне ее не просто так заперли ключ должен быть у их предводительницы вааа ну смотрите на самом деле пока начало начало вполне себе качественное то есть показывать не торопясь игру воли там драма все дела просто есть диабло который мы знаем вот после этой вот всей вот темы после там прохождения одного второго вот а есть вот ну как бы начало там синематики диалоги и сюжет сюжет в диабле даже в первый диабле был сюжет так что он это нормально только огонь и сгонит тьму из этого места загляни внутрь но только быстрее я подготовлю подготовлю факел кровавые лепестки вроде тех что дали мне все это за правду вот это графон пошел колокол это видимо флешбек в прошлое грачи прилетели это явно вранье конечно но не всякий сможет грача от ворон отличить просто сезон не тот так какая жаль как жаль какая жаль наш отец даровал тебе путь к спасению а ты упорно откажу отказывай отказываешься на него вступать оппортюнити блин ты дрынк ты играть в азартные игры в диаблу четвертую ты поддался алчности воруешь стыд и срам стремишь на твиче тьфу просто тьфу они рождены грешить дети мои владыки преисподней намереваются поглотить наш мир свет не спасет вас это можете сделать только сами вера научит учит вас подавлять собственные желания она пленяет вас внутри самих себя и все успокоились сразу сорвите оковы узнайте кто вы на самом деле сорвите оковы грех дарует вам красоту ну что грешить пойдем пойдем грешить создавай доту не слушайте не подавайте на я я я я я ай-яй ваня ванька это же я благодаря мне твой ребенок появился на свет это же я там поучаствовал в начале ааа нет все забыли так это был ты это ее отец ладно муж вани был ну она ооо ай ай больно больно ай я знаю что мне сегодня снится будет да 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 она такая очень стремная оооой ой 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 они пробудились матерь Мада, первый из многих. Отправляйся в сухие степи и продолжай подготовку. Наша работа только начинается. Праздник нам приходит. Ты пришел в чувство хвала свете. Так, что произошло вообще? Тебя покинули силы. Я уж думал, тьма забрала тебя. Я тебя сюда притащил и спалил это проклятое место. Что с тобой там произошло? Мне было видение. Рогатая демоница сказала, что владыке преисподней близко, зима близко. Она хотела спасти человечество. Она такая добрая, она хотела помочь им. Она назвала их детьми, и они встретили ее, будто свою мать-перемать. Мать-перемать? Нет. Не может такого быть. Я должен предупредить собор. К востоку отсюда живет отшельник. Неясно, на чьей стороне он владеет запретными знаниями. Он может помочь. Приведи его в Кио-Вардшатши собор, и свет будет к тебе что-то там делать. Спасибо, мужик. Молитва о спасении завершили. Амулет получили. Опыт есть. Амулет. Сопротивление стихиям 4%. 2 к максимальному запасу здоровья. Принарядились уже. Прекрасно. Броньки старые, ничего больше нет. Ну что, поехали. Слушайте, если в бете в 25 уровней, мы с вами просто серию стримов проведем. С разными классами, может быть, разными вариантами прокат. О-о-о-о. Тайга Ледяного Воя. Не знаю, я дурачусь, у меня очень хорошее настроение. Алтарей Лилит скрыты в разных частях Санктуария. Скрыты вообще не найдешь. Они навсегда повышают характеристики всех ваших персонажей в этом игровом мире. Максимальный количественный шепчет. Абул... Абулу повышают. Лилит к нам приходит. Что? Веселье приносит и кровь бодрящий. Кровавых цветков вкус настоящий. Слушайте, а вот это интересно. Навсегда повышение... В рамках мира есть несколько алтарей. Да, мы нашли один из трех, видимо. Получите серого алтаря Лилит. Монстр классы. Это вот у нас что? Это испытание? Почему-то испытание открыто. Где испытание? А, это просто в сводочке. Класс, описание классов. Что за алтарь? Лилит. Получить серого алтаря. Ну, пять при... При это самое... Я не... Доступны награды. Награда удачливая простолюдинка звания игрока. Нажимаешь Y, открывается. И что? Так, короче, карта, коллекция, общение, клан, игра. Окей, коллекция. Тут я открыл, и тут как бы пока что ничего просто. Не расшифровки от того, что мы нашли. Может, открытый мир? Да, это типа... Оно оформлено как будто ачивки, да, насколько я понимаю? Удачливая простолюдинка. Ну, там говорили, что повысили... Повысили статы какие-то. Так, оленин проходит. А это что? А, на карте показываются кучки. Погреба, небольшие области, в которых можно встретить разный контент. Погреба. Ну, пойдем погребы. В погреб. В таком как раз умер сокол. Промерший подвал. Короче, надо машнить соколикой. И старшего брата. О, видите? Старый добрый. Из третий. Механики. Типа заморозочка. Класс. Так, а что мне дали? Мне вообще что-то дали? Я без ботинок все это время ходил. Просто ожидалось, что здесь будет сундучок какой-то. Нет, здесь просто пак. А пипса всех. Надо посмотреть на самом деле. То есть хочется не просто вместе там сыграть, а хочется какую-то цель поставить. Чтоб было и сложно, и интересно. Ну, понятно. Айронменчик. Может даже турнир проведем на гудгейме какой-нибудь с открытой. Из серии кто первый там достигнет какого-то уровня или закроет сложности все. Светилища дают. Ну, светилища. Я пока за турнир на самом деле. Сброс навыков бесплатный. О, это круто очень. Диана Абверсокол. Зачем турнир? Вы против всего мира будете соревноваться. И что, какая разница? Ну, главная цель какая-то. Не важно. Не важна победа. Главное... Понимаешь? Не так дорог подарок, как дорого внимания, как говорится. Ага, интересно. Карта открывается. Только я вот хз, где у нас меточка. Вроде как наверху, но тут... А наверху был тупик, да? Вы зашли? Доступ к игре, жаль, ограничен. Ну, также скоро будет опенбета, через недельку, насколько я понимаю. А потом, когда будет глобальный старт, тогда нужно стартовать, соответственно. Ну, я имею в виду, что старт не по бете, а по релизной версии игры. Там летом, который начнется. Времени на подготовку довольно много. Извините, пауза. Техническая пауза. Неплохо. А, имеется, что в РФ... Да, кто захочет, найдет способы обойти. Мне кажется, громковато звуки из игры. Вам как? Я бы потише сделал. А, пригнуться можно, ничего по себе. Пробел, пригнуться. Нам, судя по... А это что такое? Спуститься. Надо сейчас, кстати, уровень повысить. Звуки тиши, музыку громче. Мне тоже кажется, что музыка такая. Звук. Звук, звук, звук. Звук, вообще. Да, громкость эффектов мне не нравится. Как-то слишком, слишком бьет по ушам. Дисбаланс есть какой-то. Да, опенбета будет такая, что все смогут поиграть без предзаказа. Но, опять же, ограничение будет на регион, скорее всего. Я для того, чтобы поиграть, зарегал новый аккаунт в батлнете, указал регион Казахстан, хотя, ну, сам из России. И... Интересно, за меня это забанят или нет. Вот. Потом заплатил за гифт. Таким образом, получил игру. Взял там продавца на платеру с хорошим рейтингом. И все. Который, собственно, и прислал. Та-ра-да-дам. Так, а это что интересно за место такое? Проторенная дорожка, ветхая хижина. Нам как раз сюда и нужно. Куда все подевались? Книжная полка. Травы, грибы, органы не для еды. Ой. Странный череп. Давайте все странные вещи будем брать, использовать там. Шептать слова какие-нибудь. Не, выпад не нужен для игры. Проверки, по крайней мере, не было. И возвращаются. Ну, это явно, друг. То есть, это уже понятно. Олень. Если ты смеешь врываться в мой дом. Рыться в моих вещах. По крайней мере, имей совесть остаться на ужин. И я зверски голоден. Картинка очень хорошая. И че все истории рассказывать-то гораздо. К сожалению, это правда. Говорит Танюшка. Почему у меня... Скажи спасибо этим добрым горожанам. Они дали тебе кровь Лилит. А, сейчас опять вырубится, думаете? Не просто демона. Дочери демона. Дочери ненависти. Матери санктуария. Ее изгнали сотни лет назад. Но этот мир... Ее творение. Было предсказано, что она вернется. И че ей нужно-то вообще? Хороший вопрос. Санктуарий всегда был в центре вечного противостояния. Войны между ангелами и демонами. Или войны. Но Лилит не служит ни тем, ни другим. У нее на нас свои планы. А я? На мне знак порчи? Не знаю. Но между вами есть связь. Что ты будешь делать с этим? Я вообще не знаю. Может, выпьем? Использовать. Я узнаю, что она хочет. Хорошо. Тогда я с тобой. Отдыхай. Пока можешь. Потом двинемся в Кио Вашат. И если мы не остановим Лилит... Всему конец. Там такие шакальные текстуры на медных кувшинах. Просто размазня. Дали опыты еще. И... Надо че-нибудь... Надо че-нибудь сделать. Че мы можем сделать вообще? Мы можем пойти... Тройка нужна. Мы можем подкопить очки умения. Пойти куда-нибудь в телепортацию дальше. Хрен его знает. Для установки... А, нет. Мы... Связь устанавливается путем прокачки здесь. То есть там... Она автоматически устанавливается. Видите, уже пошел процесс. Так что здесь? Если при применении у вас больше маны... Урон от взрыва увеличивается. То есть надо сверху выстрел... Сверху выстрел. Ладно, грейдим. Че? И можно, соответственно, сбросить все. Забыть все. И перетасовать. А давай, кстати, почему нет? Тина сброса 0. Вообще. Ну, просто ради разнообразия. Посмотрим разные эффекты. Огненную стрелу... Возьмем... Пробивает подожженных. Связь установили. И здесь испепеление. Вы поддерживаете поток пламени. Ну, видимо, в такой огнеметик. Вносящий. Или огненный шар. Давайте огнеметик. Выглядит суровее. При поддержании вы также опаляете противников вокруг. Нанося урон в секунду. Пыщ. Давай, попробуем. А че нет? Поэкспериментируем, да? О-о-о-о-о. Хо-хо-хо-хо. Можно вообще все посмотреть сейчас. Ну, смотри, давайте реально посмотрим. Пыщ. Красиво-красиво. Сбросить все. Все забыли. Берем теперь грозовую. И здесь грозовой. Цепная молния, видимо, да? Электрические разряды Хаотичный пример Это Charged Bolt явно Сейчас покажу Да Все нормально у тебя с маной будет Не переживай, родная Посмотрим основную атаку Другого типа И здесь цепную молнию Выстреляем типа молнии И более продолжительная Выпускаете поток молнии Наносящий, пересекающий Приближающий противнику Выбирая противника Понятно Но я не буду в цифры Мне сейчас интересно Просто посмотреть Механику разных этих И Ну вот надо посмотреть парочку Фаербол, наверное, не стоит Осколки льда Можно глянуть Огненная стрела Ага, ну понятно Мне Я угадал, короче Я хочу с огнеметом Походить Так, стрела огня Поражает Мы не обязаны Кстати, сочетать То-сё Потому что здесь, видите Никакого статуса Огонь не А не Поджигание идет Ладно, давай так Давай так Дальше Испепеление И Опаление Там на север Испепеление Это явно Блэйз Блэйз Неплохой ракурс Нужный бобер А, он и так вот умеет А, он здорово тоже воскрешает Какой-то хитрец, а Не думал, что увижу такое своими глазами Ангел Инарий Кенарий Тот самый святой отец О котором бубнят В соборе света Так вот Он настоящий Это ангел Который ходит Среди нас, видимо И когда он узнает Что Лилит тоже здесь Польется кровь Они давно С ней не ладят Они весь мир Разрушат Своими дрязгами Если только мы их не остановим Третья сторона Добавится в войнушку Прекрасно Поспешим Мы уже почти в Кио-ва-шаре Кио-ва-шар Написи сильно повреждена Следами от когтей Да озарит Свет Понятно Святых На веки веков Аминь Во веки веков Добрый день Поэт похож на настоящий город Стой Чтобы войти в город И что Я все побежал уже дальше И что ты мне сделаешь Ничего ты не сделаешь Ладно, поговорим Чтобы войти в Кио-ва-шар Надо пройти ритуал очищения Бессмысленный Но некоторых это успокаивает Как ты смеешь Пропусти его, молец Я годами уговаривал Аларата провести ритуал Ладно Но вторая остается Встретимся внутри Странный перевод Конечно Еще ничего не понятно Местами Возьми щепку Священного кедра В храме И напиши на ней Какой грех Не дает тебе покоя А потом Брось Все в жаровню Как огонь Сжигает дрова Так и свет Сожжет Твои грехи Такие вы язычники Вообще Ой, красивый Такой Про Не, ну уровень графона Конечно Тут сложно Во-первых В таких играх Тебе не особо нужен Графон Ну На первое прохождение Да Но потом Как бы Зачем Погнали за Да подожди Че ты перебиваешь Надо поговорить Он жил долго И повидал Много дурного Вот он Почему такой Сварливый А, это все? Мне просто стоял Маркер Что нужно Это самое А, нет Он не там стоял Мне нужно наверх Ааа Тут недопереведено Какой-то Неописуемый Страх Перед Inscrape Нет Inscrape Не Да Inscrape Это что Инкрим Эти по признаться Или что Или Как Как Inscrape Describe Это Описать Inscrape Это Начертать Короче Да Начертать Написать Страх Гнев Гордыня Жадность На Это самое Конечно Гордыня Вы меня знаете Нацарапать На черти Ну царапай скорее На дереве Раз на дереве На корябой На малякой На калякой Отлично Ну чувствуешь Как с души Спас тяжелый Тяжкий груз Добро пожаловать На киа вашат В киа вашат Видимо Так Новое Задание Выполнено Посвящение 7 из 7 Это победа Ребята Мы все Мы все сделали 7 из 7 Кашалотов Приоритетные задания Открывают И учат Пользователи Новую Пользоваться Новыми функциями Игровыми механиками Хорошо И что же ты написал На деревяшке Что-то про спесь Или гордыню Да Да Я пойду В сухие степи Попробую найти Дальдл Не успел прочитать Мне нужно понять Какова его роль Во всем этом Но сначала Принеси мне одну вещь А я пока Закончу переговор Она у торговца В центре города Скажи ему Что ты от меня Окей Копыта треснули Спина кривая Глаза мутные Клауди Айс Ой что ты Ооо Я Ребята Музыка А из какой игры Та же тональность Даже Ну сейчас уже Прошел мотив Первый кто напишет Фростпанк Правильно Кукер Просто вот Один в один Там И тональность И инструменты И даже мотив Повторялся И снежная тематика Это кто-то Явно Слезал С фростпанком Вдохновлялся Извините Вдохновлялся Фростпанком Ну на самом деле Фростпанк На мой взгляд Это одна из лучших Игр с точки зрения Сочетания музыки В игре То есть музыка Там 30% Все атмосферы Вообще делает Если не больше Чекпоинт Уэйпоинты Кто-нибудь Подарите пожалуйста Пукеру Пукеру Примачок Пожалуйста Спасибо большое Через врата Странств И можно быстро Перемещаться По санктварию Ищите врата Активируйте их Чтобы расширить сеть Аааа Старик наконец-то Готов выкупить Его обратно А че выкупить Да я угадаю Про деньги Он и не заикался Верно? Озрен Зовут товарища Если он хочет Свое оружие Придется заплатить Ну у меня есть Деньжата Я как бы Не бедный Копье Ларата 20 золотых Ученический жезл Но это все хуже Чем у меня Погоди Старик продал мне Еще и эту штуку Сказал она ему Больше не понадобится Но думаю Теперь он ее Закон Захочет Спасибо большое Ленинский поклон Тебе за подарок О чем О чем ты говоришь Вообще Какой штуке А вот посох Видимо Ну он типа появился Его не было в продаже Ладно Купим ему подарочный посох Хотя маркер все еще А поднимите Странный амулет Еще надо взять Вот Все, все, все Хватит пукеру Уж все Подписку Все У него здесь Нужно думаешь На прилавке На прилавке Кто еще напишет На прилавке Так, не достающее зрение А Прошу прощения А еще он дал мне Вот этот амулет Шо это такое? Символ Харадримов Это древний орден Ученых и магов Мы защищаем Мы защищаем А он Из них Сактуария демонов Нас осталось мало Понятно Есть еще один Харадрим Донан С его знаниями о демонах Мы можем сравнить Может сравниться Лишь его гордыня Похоже Он тот Кто нам нужен Поищи его Но я собор и не забываю Церковь ждет себя И тоже может оказаться Ценым союзником А ты со мной не пойдешь? Я отправляюсь В сухие степи Надо узнать Кто это такой Бледноликий Присоединяйся Когда закончишь И будь осторожен Твоя связь Слилит Твои видения Вот наш ключ К тому Чтобы найти И остановить демоницу Хорошо Он скачал резво Порой Столкновение Наших судеб Предопределено Хоть мы О том и не знаем По боли случая Или по боли Высшей силы Нам не должно Но с тобой понять Чему так радуется Ветер Странник сбился С пути В ненастие Напитал кровь Лилит Одинокий монах Даровал спасение Я бы Вот этих у товарищей Подлутал бы у них явно Разные жизни И случайности Что же сплело их Воедино Неужели это судьба Текстурки Подгружаются В процессе Такие не успевают Или высшая сила Дергающая За нити Сложно сказать Тогда мне казалось Что был шанс Спасти человечество От дочери Ненависти А то есть Это ретроспектива Такая получается Ее связь со страницей Давала мне надежды Интрига То есть Это все-таки Ремакс подарил Один Спасибо за подписку Ремакс Низкий поклон Ооо Гарабаши И Будухао У нас появляются Непрошенные гости Добро пожаловать в Бету Хоть бы Тестирование Серьезно? Привет Как дела? В точках на карте Отмечено На чем карте Недавно куплены предметы Побежал куда-то Пес Завершите Пролог Странствий Ё-моё Ну у нас тут город Кратия Ювелир И Дания Кольца Амулеты Тайничок На видимо Стэш Наш Гардероб Понятно Еще пол Наверное Можно сменить Статуя Уровня Уровня Мира Кузнец Доспехи Можно купить Ну мы там были Собственно Заходили И смотритель Стоил Так у меня вообще Есть кольца Амулет У меня есть амулет Нет колец Я бы Портал в город Поздавить вернуться В ближайшую столицу Любые врата Странствия на карте Ой красиво Ааа Тут еще больше народа Блин Надо будет Вообще Мы сможем Какой-то формат Прохождения Выработать Кротив журнал Чтобы видеть Список текущих заданий На карте Прямо сейчас Полный запас здоровья И при этом Еще и Да На кольцо Мне не хватит Сопротивление огню Сопротивление темной магии Сапоги надень Сапоги Броню дают Сопротивляемость темной магии Уклонение У меня реально сапожки Прекрасные На посох я Зря Раз это самое Так ну Кольца мы не потянем Получается Спасибо ремакс За примачок Здесь похоже квест Ты выглядишь Иззначенным Базан так и не вернулся Из мини стада Куда доставлял Требованные Требованные десятины Прошу пройдись по дорогам Узнаешь Что же его так задержало Собору нужны под эти Обследуйте дороги Ведущие в мини стад В поисках монаха Бозан И маркер сразу пошел Из города Есть еще справа квест Я наверное квест Понабираю Посмотрим Вааа Ооо Так делал тут квест Вызок духов Новые рекруты Тренируются день и ночь Они заслужили похвалу Но я не хочу Выглядеть добрячка В ее глазах И поэтому Первой встречной Жалуешься Может приободришь их За меня Ты получишь деньги Рекруты Уверенность в себе А я не потеряю лицо Все выигрыши Вот Я об этом позабочу Вот что значит Плохой руководитель Когда попадают По это самое Не на свое место Я не знаю что делать Если я похвалю Они расслабятся Я не хочу Я боюсь Я не знаю Соберись Командир Так хорошо У нас уже есть Два Три Квест По дороге Привет Думслейер Не ну это Какой-то Этот квест Я не командир Прописывал Это Прописывал Скорее всего Тактично Девочка Какая-нибудь Такая Ой не знаю Надо их Как-то Похвалить Но Ой Мальчики Что делать Опа А Ну здесь Приобретают За вот эти За 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 другие Как они Оболы Я вот Не знаю Подскажите Правильное ударение Как ставится И что обозначает Кажется Что оболы Все-таки Но я не встречал Этого слова Раньше А сюжет Будет Конечно Ну просто Там все По пути Ты видишь Там Основная метка На север Мы по дороге Будем идти Проверьте дороги Мы берем Квест Абол А что Что значит Абол До скорого Древнегреческое Название Монеты Единиц веса Ясно Спасибо Абобус Русская звучка Не будет Я думаю Будет Абоба Так Нам нужно Через северные ворота Выходить Не буду сильно В городе Застревать Пару квеста Взяли Больше О классно Тут руду добывает Мощные охранники Такие На две головы Выше Уверенные Просто Но выглядит Конечно Гораздо Красивее Чем Только У меня что-то Подлагивает Не знаю Может Это Вообще Моя проблема Да У меня Дропы Периодические Сори Друзья Если у вас Да Просаживаются Иногда кадры То все Кто То нет Друзья Это У меня Проблема Комп Не тянет Так А справа Что за метка Такая Тут как будто Какая-то универсальная Мне кажется Вот да Здесь типа ивент Если ты стоишь А мы вообще справимся Вы участвуете в событии Ритуалы Убейте заклинателя Чтобы призвать ритуал А я справлюсь вообще С этим песом Ладно Должен справиться Он пятого уровня А может Не справлюсь Офигеть Я же на хардкоре Играю Забыл Тут еще замедление Скорость перемещения Ё-моё Что мы здесь Остаемся Да Остаемся Кажись А я могу Выйти отсюда Могу Неудачники О И там Саппорт Может прибежать О Нифига себе Реально Присоединяются Игроки К этому ритуалу О Давайте Со мной Давайте Пойдем На Во Смотрите О О О Не ссыти Нормально Пробьемся А их Стало Кажется Больше А у меня Только Одна Меня Что Кинули Что Ли Ребята Не сдавайтесь Кто у нас Танк Вообще Уровень Дали А У него Фиксируется Здоровье То есть Надо Все-таки Самонеров Убивать А Потом Таву ДПС Сучка Идея Классная Конечно Чур Лут Мой А Че Закончилось Что Ли Не Понял Вы Не Успели Видимо Замерз Ой Какой Эффект Классный Медведи Пришли Вы Че А Нет Сундук У У У И Вот Эти Вот Оболы Дали У Что у нас Здесь Подожжение Наносят Меньше Урона Наносят Противники Обездвиживаются Вот Обездвиживание Делаем Уников Нет Зачем Градать Слуш Тут Только Тут Есть И Уники И Сеты Там Уверен Все Есть Дорога Такая Я не вижу Обездвиживания Если честно Давайте Разнообразие Ради Сбросим И возьмем Например Цепную Вообще Классная Тема Пощупать Можно Все Плеть Искра Молния Давай Искру И здесь Цепная Да Цепная Молния С каждым Переходом Новую цель Вероятность Критического Удара Может Дамаг Дамаг Не очень Сильно Растет Надо Проходной Когда Переходят От цели Заряд Но Если Большого Урона Отлично Вот так Вот Здесь Наверняка Имба Тихо Медведь 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 Ху-ху-ху Но Тут Урона Подцепит Дам Я На Пол ХП Просто Олень Олень Лежать Можно Спуститься Блин Классно Так Я Пробежал К сожалению Дурные Вести Пропустил Квест Да Выглядит Очень Хорошо Выглядит Добрый день Уважаемые Ой Цепнушечка Роднушечка Вообще Вообще Ас Или нет Маркер Как будто Здесь Нет Дальше Да Получается Мы Ну это Опять Ритуал Вознесения Я Чисто Хочу Помочь Красиво Красиво Он у меня так посмотрел Очень грозно Я думаю Ну все Сейчас Дадут Я Не Редак А как Там что Шаман Что ли Невосприимчивость Опять К сожалению Мы не успели То есть Насколько я понял Нужно будет Нужно Уложиться По времени И тогда Квест будет Выполнен А мы В очередной Раз Не смогли Нас конечно Наградят А там Опытом Еще чем-то Уязвимость Дадут Там Сундучок Скорее Всего Оооо Это Аркейн Аркейн Стретий Событие Завершено Ну да Дают 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 Но На самом деле Ооо Диадема Бродяги Здесь Мне кажется Надо Здесь Все-таки Выполнить Ну потому Что Видите Дурные Вести Задания Хотя Черт Вы Знает Ладно Не будем Останавливаться Это Марафон Сколько Продержишься Вообще Мне Изи Там От Жены Зависит На самом деле Ну посмотрим Я думаю Что До Талова Будем Играть Всем Добрый Вечер Гоу На ритуалах Качаться До 50 Хорошая Тема Так Когда Наносит Критические Вероятности У меня Крит То Никакой Но Мне Нужно Один Перк Прокачать Давай Еще Мы Можем Генерацию Усилить Скрячься Заряд Энергии Давай лучше Грейдить Саму Молнию Дотала Вы Это До Развода Ну я Предупредила Женю Что я Сегодня Буду По Это Самое Подольше Ну вот Отправила Я даже Спать В другую Комнату С котами Но Он Говорит Нет Я Тебя Дождусь Пождет Вурда Лаки Картинка Очень Хорошая Она Мрач Ну Такая Пока Светлая Конечно Потому Что Здесь Снег Видимо Но Опачки Тут Waypoint Торговцы Хилки И квест И такой пес рядом с тремя стоит Че, 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 мужики, происходит Выгодная трата Сделка прошла не по плану И негодяй Лускас вынудил меня заплатить за мою безопасность For protection Он остановился рядом с привалом на северо-западе Верни камни, которые он забрал И я тебе отплачу Изи, мне все равно по дороге Обследуйте дороги Можно зайти, посмотреть Когда я шла в город, я видела чьи-то глаза в лесу Во тьме, они светились В жизни так не пугалась Terrified Такой акцент, конечно, блин Чисто русский, английский Hello, my friend, stay a while and listen Блин Вот брут у вас и что-то тебе надо Ну давай Полно же, пожалуйста Брут Он для нас звучит комично Потому что Потому что О, разобрать весь мусор Обычные все Разбираем Магически разбираем Вау Ремонт есть, да? Схемы, схемы новые Посмотреть в гардеробе можно А ты что? Да, ты оружие, да? Ну, поныше, ну зачем мне поныше? Сейчас у меня и так все-все в порядке Ой Подлечились Так, северо-запад Тут еще вот такие вот спуски-подъемы Это Во, подземелье С наградой Я уверен, что мимо вот этих вот Узон пробежал, там точно что-то есть Но не будем настолько детально Где колечки, Миша? Денег не было на кольца Там было два кольца И что? Я Так, а что это за Дочитить нас свет? Нет, это не то Коняшку, что ли, можно взять? О, конь-огонь Ограниченный доступ Скакун Транспорт Конские доспехи Это какие-то конские доспехи Стоило торговец Можно будет Дозрить тебя свет Можно будет заморочиться И маунтов использовать еще Класс Смертные души созрели Пора их пожинать Обнимашки лес, видя Мана нихрена нет Но чайник, конечно Просто разуплотняет Но я должен Пора это самое Подтянуть данж Седьмой Заходим Запретный город Прислужники некроманта Получают 30% Большинство его характеристик Таких, как вероятность критического удара И скорость атаки Оооо Ё-моё Нет, с освещением С дизайном Тут вообще все отлично Мстительный дух Ну ясно Понеслась Рукавица Легко Тотем древних Так, что это такое А, журнал Опыт Эта запись может казаться последней Кающие рыцари пали Я спрятался и слушал крики Пока эти существа рвали их на части И пожирали Я не хотел Скончить как они Стать жалкой Лужей крови на земле Городские стены Прежде чем Прежде защищавшие нас Превратились В ловушку Молить, чтобы собор Побыстрее прислал помощь И пощадил такого труса Как я Звуки затихли Я попытался бежать Ой, это босс какой-то Не, не босс Ладно Ничего себе Он телепортируется Как изящно Ну маны нихрена нет О, прочный посох Да, детка Плюс 20 Урона В секунду Надо, наверное, с молнией начинать А потом уже Основную атаку С молнией, говорю, начинать О, быстро охотник Мы нашли А, нет Убийца 15 монстров В сечении Это, видимо, просто отщипка И все Доступное испытание награды Ага Хрена у вас много Очень атмосферно Мрачно как надо Так, у меня там нет Надо будет следующий ап Посмотреть, что у нас на тере Открылось На следующем Кошмарной глубины Кошмар Убитый рыцарь Блин Да, ну с дизайном С дизайном Хорошо все здесь Левел ап Я бы посмотрел Вот здесь вот, что у нас открылось Категория защита Навыки категории защиты Снижают получаемый урон Элементальный причем Ну, то есть Кольцо холода Пламенный щит Время восстановления Вокутываете себя пламенем Поджигаете противником вокруг Нанося еще урон Да Телепортация Вы превращаетесь в поток электричества Получаете неудержимость Вы стремляетесь в указанную область И по прибытии наносите урон Ледяной доспех Барьер Поглощает урон 30% от базового запаса здоровья Пока действует доспех 10% укрепляет барьер Сложно Кольцо холода Выпускайте поток Замораживающий Находящимся вокруг противников Удачный удар Крит удар Североятности обновляются Во время восстановления категории защиты Сработан чаще раз в 10 секунд И второй выносит на 6% 6% больше урона Урон Все Мы нашли в защитных навыках Самый защитный Который нам нужен Наносим больше урона Получаем больше урона Идеально Беру Потому что что? ХП для слабаков Нам не блэс Да какой-то Че он такая злая Не могу понять Тут быстро убиваем Тут полчаса бьем Какого черта Я не знаю куда я иду Уже было несколько развилок Карта мне поможет? Может быть Мужик Че встаешь? Давай-ка Пошел Пошел Ну я центр там не Мне кажется там нет выхода Ну или проходы дальше Это похоже на проход Я чувствую что в конце Должен быть естественно Какой-то там полубосик Ну так лайтовенько Уязвимость Хилл и дверь Дверь заперта Ага Дверь заперта Хорошо Ну я подозреваю Что надо быть где-то здесь Да, дверь заперта А, у меня в задачах всех убить 19 лайк Понятно Спасибо Бейте всех противников А шмар на глубинах А слот 19 человек Надеюсь, что большая часть Как раз находится по центру Потому что Я вроде не оставлял там по пути Но мог Вполне Сверху можно пострелить Может нельзя Какие-то стремные Взрывы Четыре Четыре Три Два Один и остался еще один Блин, это чисто за хелл один Типа не пустим дальше Пока ты одного пса не найдешь По всей карте Все, теперь откроется Печать открылась Пока что за обилку дали Обилку Не давали обилку Какой обилку Дали обилку Пока что прокачка Выглядит примитивнее Тричь Да, да Пока все очень линейно Все очень линейно Но я пока не углублялся В механике То есть там Вот эти статусы разные Считать Выбирать Совмещать Ну там комбинировать имеется Сейчас нет такой задачи Сейчас хочется пробежать Посмотреть, что там дальше Желательно дойти до конца Но учитывая, что у нас там 25 А, вот открылся 25 уровень А динамика, что Сейчас 8 Ну посмотрим Бульк Да, арена, босс 100% Восставшая злоба Ну как это не злая злоба Пока что А нет, нормально уже Уже норм Вот эти Самонаводящиеся штуки Так, хорошо Бахнули Но мы-то круче Очень не сдох Чуть не сдох Так Дирк И грубый посох Что такое Дирк Оооо Редкий кинжал Мне не нужно Ну он Он одноручный ДПС пострадает Но можно взять Офхенд Типа при этом Меняем штаны Традиционно После босса Двигаемся дальше Вы открыли аспекты Что Вы открыли аспекты 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 А кто Кто подскажет Горячую кнопку Аспектов Я про Пока штаны менял Аспекты пропустил Да Сторожие зависит Скорость атаки А Аспекты А Там Вай должно быть Ну я Вай открыл Но Там было старое меню Аспектов внутри не было Коллекции Испытания Стрелок А Нет Это кодекс Это в коллекциях Кодекс силы Воюющий в ночи Аспект Недавно получено Аспект Ёпресы Это все аспекты Защита атаки Ресурсы Поддержка Подвижность Кодекс силы Это свод аспектов Которые что Блин Кровавый вой Повышает вероятность Критического удара На 5% В течении 3 секунд Кровавый вой Также действует На ближайших питомцев Можно открыть За прохождением Подземелья Запретный город В расколотых Для друида А только для моего Класса Описаны Противники Наносящие вам урон На дальнем бою С вероятностью Оглушаются На 2 секунды Аспекты А это типа пассивные Они на постоянку Или нет Пока на вас действует Барьеру и с вероятностью Игнорируется Прямой урон Дальних атак Когда заканчивается Действие бездвиживания Противники Замедляются Ну это прям Очень Выглядит как Очень классные бафы Базовое умение Повышает Получаемый урон На 25% На 4 секунды К сожалению Я не могу Использовать аспект Потому что На друида Первый аспект Дали на друида Это конечно Подстава просто Давайте Ступаемся На северо-запад И пойдем В сторону Основного квеста Выгодная трата Что это такое Ладно Просто маркер Показывает Вот сюда Это меня очень смущает Типа Вот куда-то сюда А я маркера Конкретно На этой Не вижу А Это Заблоченный Возможно Мне Реально Нужно На метку Бежать Предупреждение Только-только Что покиньте Город Портальщики Доставить Которые Хорошо Ничего страшного Так Тут у нас Битва с боссом Похоже Будет А Удачно я зашел Лутецкий Подрезал У человека Вообще Классно Хэллоу Как ты? Кик мэйдж Смотри как А я сильнее тебя Он тоже на молниях Заряженный Мужичок И прыгает Оооо А я тоже могу Смотри Как я умею Ааа Ты на фаерболе Сидишь Так и что Это здесь Выгодное Привыгодное It's come For the Gamestones Belonging to Merus Это по квесту Merus Это тебя прислала Этот жалкий Бесхребетник Ха Он за это Еще поплатится Эээээ Мужик Понял Вообще Изявай Эти по квест Закрыли Вот с самоцветами Окей, ну сдадим квест Что это такое? Диабло теперь ММО? Ну вообще здесь по умолчанию получается Открытый мир Ну такой открытый, насколько можно Сейчас я до границы, наверное, здесь Дойду, посмотрю, но не уверен Тихо, псы Всем стоять, всем лежать Серебряный край, восьмой Чувствую, зайду Так, а я? Какого уровня персонаж у меня? Танюшечка тоже восьмая, молодец Как же она жахает Да, и тут заблочено, видите? Край милосердия Хотя нет, я зашел И вы меня пустите? Прислужники-некроманты, я уже читал эту штуку А написано было, что залочено Класс Нет Оу В этой версии вы сюда не попадете А мы попали А мы сейчас всю игру пройдем Убейте охотников на рыцаре Три штуки задача Обследуйте дороги ведущие Тут другой стиль подземелья Похожий, кстати, на первые данжи в третьей дябле Лай, ну уже начинается вот это вот Пробивание неприятное Зачем псы Я тут смеюсь, меня забанят просто Казаха-майкера О, а вот и рыцари О, а вот и рыцари Ох ты, ёп Красота Да, это бойлеры Это бойлеры, старые добрые Столько жизней они стоили Левелап из Алы Штаны новичка Да мне можно уже посерьезнее штаны давать Ребята, я уже доказал Что я уже столько штанов сменил Я уже не новичок Уже можно все Все нормально давать Так, далее уровень Что мы продолжаем упарываться по урону Наносим урон Нам в любом случае нужно потратить Еще 4 перка Можем, конечно, взять что-нибудь А на сколько шаг молнии идет Тротеманы выпускают поток 30, 30 43, 37 Но это не серьезно Урон-то наше все Так, хотя бы будет интрига Что я сдохну А то они, видимо, не очень хотят В сложности Ооо, а это типа 8 опасный Видели? На нем черепок Это значит, что он освертел И убьет Но это не точно Ядовитый пес Опять сапогиновичка И взрывается Хорошо Ооо, привет Да Ну конечно Это левелап Я в Казахстане Был разок там Хорошо А что ты не подписался-то, пес? Какой неизвестный Я галочку прожму И он не узнает Никто не узнает Короче, зачищаем потихонечку Чтобы нас не заставили Но здесь вроде задачи никакой уже нет Вот мы ушатали Да, спасибо за соточку, конечно Низь к поклону Спускаемся глубже Неосвещенный реликварий Светилище смерти Это Ага, каждый удар Нанес критический урон Оооо Желтенький вылетает Видите? Желтенький крит Ну, все как Все как надо Этого чуть нет А сколько действует он? Шайна обычно по две минутки, да? Взаимодействуем раз А, у нас предмета нет Верните механическую шкатулку На пьедестал Ну, видимо Влево одна Вправо другая Криты уже закончились Я не готова Вот она, кажется Но это уже серьезнее На раз и два У меня половина хитов сносит Но мы тоже их Как бы довольно шустро убиваем Вот в чем смысл Взяли первую шкатулку Причем шкатулка появляется У нее за спиной Позвольте себе вопрос В чем кардинальное отличие Это игра Диабло Ну, чисто по графике Визуальная стилистика Другая, не такая мультяшная Это раз Тут многие вещи Переработаны, в принципе По Ну, по прокачке точно Основа такая же Но Способности какие-то Повторяются Ну так Пока где-то треть Знакомых способностей Здесь по умолчанию Вроде как Ну, люди В том же мире Что и ты И все герои И все Все молодцы Есть совместные ивенты Ой-ой-ой Что ты делаешь? Мне нужна время Для подготовки Я не готова сорян бах мировые боссы есть открытыми речь так это уже на босс похоже во мрачняк прям а не он стреляет не могу понять пока не не впечатляет но это не босс это просто места побольше дали мне еще спуск дальше идет в рамках одного уровня столько разных стилей по дизайну подвал и крысы на помощь прошу опа ё-моё 9 прочный посох так мы повысили еще дамаг свой простая крыса противники как будто может это подстройка по уровню на самом деле но куда бы я не пошел противники сопоставимого уровня может здесь стоит автола или на какой-то ловушка замораживаю опа кажется я тут мне дистанцию держать дистанцию 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 кучу заберусь там и не выйду и не дышится без без толку нос на старте не дышится потому что дэш тебе может помочь выскочить а защита вы неуязвимы так вот тупик а это восстановит мне бутылки восстанавливает понял хорошо то есть у вас четыре бутылки по умолчанию а а вот и был босс пластелин гробниц очень на версию лёрика одну похож стенки ставит костяные вихри вызывает какие-то ветра слепит мы кстати апнемся еще не убив его а это не только слепит он чем-то похож на микро но он так заряжался заряжался и думаю еще он сделает ваншот полное здоровье на рвались о какой я уже вижу клипчики которые заканчиваются гуфами это прям кайф такой эффектно звук такой экран бах о кайф вот за эффект смерти респект прям прям с почином спасибо большое не ну классно чем классно давайте сейчас возьмем другой класс душа вашего персонажа испарилась персонажа попадает залпавший герой в труппу с 50 мы были 8 или 9 так разбойница варвар разбойница какая разбойница разбойница мужик разбойниц ёппересет и близы нет процент беляк так уровень уровне 1050 погнали конечно на рамане вообще без проблем такие стрелки были у мужика с пучком стрелки не так ну мы пропускаем вступление друзья сейчас у нас будет ну пробежим очень легко плюс поизучаем вещи а у него причем смотрите у него и лучок и простые кинжалы а как менять вы не меняется а как поменять shift как свапнуть оружие кто-то наверняка уже проверял погнали сейчас буду с кинжалами ковырять их просто получите уклонение опачки а скилл определяет оружие все понял то есть мы получим а посмотрим что там лучник скорее всего буду я не хочу вблизи поблизи подходить ну реально рмен рмен реализован у меня вообще вопросов нет то есть все режим как надо убили умер все новый перс это не тратина и трапер трапер у нас здесь он в аду 10 ау да вы видите ну по графике кстати игры сопоставима что первый диабло что четвертым коробочница жива она она ушатывает чайник пока рано я рекомендую в любом случае через недельку open battle запускаете пробуйте тыкайте она бесплатная то есть не стоит принимать если есть доступ но он будет через неделю даже у тех кто не сделал предзаказ спокойно проверяется пробуйте проблему так вот и левел дали что у него есть у него собственно ветка кинжальная две штучки и ветка с этим с луком я хочу ранжевиком так вот так безопаснее на аэронмене выбросайте на короткое расстояние клинки наносящие 6 урона клинки ага назначить стрелять стрелка 3 сама находит поражает цель 7 урон повышает вашей вертой кресле на против этой цели выпускает противнику мощность тонна через шедерн каждые 3 применения уязвимый на уязвимый извинь мы противники на получают на 20 процентов больше урона окей может сам сам наведение попробуем это и то и то потестим вообще нет древо скиллов далеко не как в поя но гораздо более скромно на данный момент и она такое более менее линейные на старте то есть ты тратишь там первые там 34 навыка и только после этого а уязвимость то есть фиолетовая это у нас уязвимость 20 процентов окей да я потерял бдительность на самом деле я был держать дистанцию все с этим зато персонажи посмотрим дальше сам наведение для развития мобилок наверняка тут есть такие да как казвальный билл 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 так а дальше что при каждом третьем применении вероятность критического удара вероятность повышена нифига по себе да ну и ходим дальше с третьего уровня уже посмотрим на можно было оставить в инвентаре прикольно что тут интерфейс так построен что он не заканчивает игровой процесс что пока он медленно ковыряет но это первый навык всего лишь классный димонс димонс костным сюда вот первый армор но в отличие от мага сплэша нет пока что и ведь по одной цели приходится тыкать 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 димонс уязвимости крит получается да разные статусы чем статус получается глобальный да то есть вы в тиме абсолютно спад ну тот точно глобальный скорее они даже и подсвечиваться будет для тиммейтов также для вас плотинки бродяги бродяга когда вот этого не помню это самонер не самонер шлепнуть так что у нас дальше шквальный огонь да там себе же самонера надо убить а можно было на нем прокачать еще левелов парочку шквальный огонь шквальный огонь 30 энергии выпускаете 5 стрел которые разлетаются веером как в хейдис наверно да наносит по 7 урона каждая стрела с вероятностью срикошетить до одного раза вы стремительно выпускаете 5 стрел носящих по 8 урона выпускать стрел пронзающих всех противников стремительно скоростная стрельба мне нравится скорострел не называйте мне так пожалуйста ребят я нормально умею держаться все в порядке он хорошо прям тык 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 вы видели прям тык 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 и шарик энергия как у дыхи в третьем диабло зарясти опыта не дает беда ну прям у тык 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 ой ну виви покажется уже голоса пришли ну можно посмотреть разные скиллы да ну босса не к босса не помню вставай да к босс что-то все равно урона нет а слушайте он же мы же вешаем уязвимость а потом стрелой надо то есть добиваться уязвимость а потом уже опа он не фига себе мне кажется на него надо прыгать в таком случае окей о обычный лук и да это лучше чем у меня плюс 24 есть простой кинжал но здесь видимо стандартное оружие просто дают сразу такое только папа покруче по тиру класс дименс что-то изи да это первый босс это знакомительная штука так давай попробуем сбросить все бахаем соответственно до мощную стрелу соответственно с критом а здесь давай шквал шквал очку о можно перенести таким образом а а окей тут сплэш побольше получается все равно перед собой стреляешь задеваешь голову на мечах или не мушкетер смыг вот это можно с это самое нам пометки вниз надо идти так у нас засада сейчас опять мы сейчас выпьем если кто а нет промотали расстреливать конечно очень быстро энергию меч так беляк побежал ну тут часть стрел просто мимо пролетает даже просто по одной цели так неудобно стрелять увидели они влево влево право лево право лево право всех противников на линии попробуем третью третий навык включить часовни берем награду пробегаю вперед а бум-бум такая прям ух хорошо мне почему-то отправили вниз а потому что сюда и надо идти как сценам флешбеки пойдут такой фов увеличивающийся сразу угол обзора и у пропустили ролик you came to thank the light you collapse так у нас появился во первых амуль который нам дает сопротивление стихии у нас появилось 22 меточки то нет одна меточка извините тут необязательные диалоги но я спешу просто про про пройти быстро ту часть которую мы уже прошли с другого персонажа известности расколот и вы получили благословение алтаря лилит причем вот эти вот найденные как они называются а нет нам не на персонажа они закрепляются то есть они не универсальные промерзший подвал давайте в подвал зайдем радио или не будем уже зашли все вот такая рельсов пробивающие всех ну надо посмотреть наверное мне она нравится тем что не нужно много ну то есть анимация довольно быстро получается по сравнению с шквальным так по ощущениям может быть и не так обучение выключить чтобы пролог не проходить каждый раз но если я умру вдруг не знаю как вдруг такое получится ну мало ли там дропнется игра то обязательно так а куда вы меня посылаете направо направо и подниматься да поэтому да он быстро стреляет чисто по анимации очень приятно что он бам-бам тогда может быть останемся дальше урон пробивающий за каждого пронзенного противника о 20 процентов причем он увеличивается тут же насколько я понимаю то есть в рамках этого же выстрела у нас тогда тогда прикидывается чтобы ты атаковал ну таким образом чтобы про это самое может нет туда я заходил да но в аккаунт боббардил ботаной но там не дают возможность регион поменять чем не делать когда зима ну когда буря закончится дорога будет разблокированы конкретно то так на этом мы знакомимся опять нам рассказывают а наверно обучение надо отключить и все но вот что третью диаболу отличает от 4 здесь гораздо ну по крайней мере в начале тебя по сюжету гораздо активнее при помощи вот таких вот роликов ведут то есть игра будет для людей которые играют в диаболу как в продукт как в компанию они как фарм ну типа он прошел один раз максимум 2 она будет интереснее ну вот из-за вот таких вот тем вставок вставок диалога в час паспорте мою саппорте 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 а здесь не пропустить к сожалению вот можно налететь чуть-чуть вот можно налететь чуть-чуть вот можно налететь чуть-чуть why did i have that vision thank those friendly villages they gave you the blood of the blood of a demon not just any demon the daughter of hatred the mother of sanctuary she was banished ages ago but this world is her creation it was prophesied she would come back what does she want that's the question sanctuary is always been trapped amid the eternal conflict тут аэна пишет счет когда была диабло 2 смысл помощь на число сношений с персонажами все товарищи также делать появились адепты по и пишут ну это нормально там холи вары постоянно между диабло и по и коробки но это очень разные игры на самом деле по изначально по другой модели делалось там и плюсы и минусы свои наш канал и сообщает михаил добрый вечер только добрый вечер столько коробочница какой старый он уже в первой части был старый это не тот каинт или это тот каинт это не декарт каинт ну в смысле причем без каинт или или не 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 ой более хардкорной изначально было но как продукт она гораздо хуже чем 3 диабло ну как продукт с точки зрения там дизайна музыки синематика в сюжета и так далее но это абсолютно разный подход у близов подход изначально типа делаем продаем а в по и подход типа делаем постоянно и в процессе продаем ну и как следствие эти две разные модели они приводят к разному результату и модель по и она более правильная на долгосрочной перспективы так скажем я не могу энергией на высотом для все зря это сравнил бизнес модели графическая модель она тесно связана очень потому что у тебя просто с моделью по и нет ни времени не ресурсов на старте чтобы сделать изначально хороший дизайн зато контента на дистанции значительно больше поем ты видел ролики по едва ну часто уже другое у них сейчас у них и бюджеты есть следующая часть стиль кстати очень схожи насколько понимаю чисто визуально я бы сейчас пошепнился получше так что у нас за стены грая грит короче будет но в этот раз я постараюсь повнимательнее посмотреть в сторону защитных но следующей ветки по защите чтобы по крайней мере от ваншота как-то избавиться визуально что сказать после двух коньяков по фигу с маслом пояса делал нет но и на хардкор чеки поиграть и сообщает привет как дела жив-здоров не слышно совсем давно да давно не учились как вы в целом отлично мы мы отлично по поводу нефанды я больше осведомлен она здесь со мной в рязани решает задачу очень сильно помогает да да ну типа губили там ваншотик был на одном из боссов я не держал дистанцию и филанс из глебы и у не тупые копье берем арбалет похуже получается вот здесь кузнец еще есть может быть я у него предмет обычно магически редкие все разобрать ремонт разобрали все а мыска очень сможем получены материалы улучшением но она закрыта и и быть в бетке нет здесь внизу торговка диковинками но она продает за это да кольца амулет можно на этот раз там кальчик прикупить может им мне его не было и денег на него не было час 7 косарей поэтому мы кольцами хоть обмажемся сразу два кольца легко слегка требуемый уровень 10 здравствуйте сопротивление огню молнию беру все равно потому что верю что десятого я доживу квест все-таки возьму можно же квесты один светится по дороге я в прошлый раз кстати не искал хардас может они справа отслеживать карты и журнал вот не квест видимым воодушевлением метку не показывает они все поддержал ваш канал он показывает и сообщает адекат кайна в четырех диабли нет чтобы демонстрировать эмоции открыть меню действия нажав е привет масштаб открыть чат так и как как мне вас под подбодрить то ребят нет блин а как как них подбодрить может мне за какая-то эмоция для для этого особая воодушевите новобранцев там есть вторая страница а вторая страница а вот они провокация спасибо пока извини на помощь за мной ура нет не ура провока спасибо пока ура за мной на помощь что мы делаем все а за мной получилось они никак не показали просто известность опыт но кей о дали какую-то штуку сундук с травами содержит разнообразные травы жители санитаре используют травы как лекарство реагенты для травы как смоцветы отражают основные элементы магии именно поэтому их часто используют на ритуалах так нам надо сдать этого на коня посадить вот это квест это поработка ну это можно понять это же обучалка тебя знакомят с базовыми механиками чтобы ты потом не это самое когда у тебя появилась задача воспользоваться возможности ты знал что что нужно делать так что это правильно да а ползи и усы гейминистами этот квест отсылка к эсвиндейл а я не помню а ты играл давно играл не пропустите не пропустите это а и дом и и и и блин какую же движуху замутить вот когда игра выйдет у нас ну сейчас пока рано об этом говорить но хочется чем веселенького интерактивного чтобы в тему собирались на хардкор очки бежали с какой-то задачей либо кто быстрее либо кто дальше либо кто кто круче марафон хочу а такой голос крутой деда у него там в этом считает темно кожи у него там такое низко-низко это у меня пока непонятно но здесь в любом случае лишь мир открыт и может это как-то можно ограничить я я очень хочу за марафонец а а а а сводишь соколопадок я бы взял конечно соколика с собой димку с собой будет взял они конечно старые старые волки так это плод за их 2 ломан манг ты фанта динсидент стронт гад моего достанет боннище на боннище четвертом а может команду побольше собрать по количеству классов например или наоборот ну придумаем короче вот это бета и open бета покажут степень ну потому что 25 уровень довольно большой учитывая сотка да это там не знаю пятая часть игры будет показана уже и мы уже поймем приблизительно чего ждать какие возможности предзаказ добро пожаловать спасибо я уже предзаказался спаги дали крутые редкие так выходим давайте я пойду немножко по другому маршруту на этот раз для того чтобы возможно наткнуться на какие-то другие данжи очков нам не дали дополнительно ооо нормальный такой откатик был ооо ты готовься скоро сливать визуально новели будешь а виви ты там заканчиваешь ооо 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 ха 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 тут просто причем это непреодолимое препятствие оно хотя там сектор открыт понятно ооо смотри смотри ооо ай-яй-яй-яй я могу не сделать это вот я Ветер сильный Если прогрессии уровней как в D2 25 уровней 5-6 игры Кстати, да Здесь мы уже посмотрели Довольно, ну, не знаю, сколько локаций По крайней мере, данжи были Самые разнообразные Уже довольно много Ну что, заглянем тогда к этому Глобаль... Серьезно? Кажется, кто-то лагает Как суть Блин, ААА проект Блин Да это Это лаги Интересно, мне здесь кто-нибудь поможет или нет О, другой босс Или нет, нет Тот же Нет, другая Ну, я хочу немножко подкачаться Но здесь другая подруга Ммм, да А, мне нужно пережить ритуал Убейцы, пока их не принесли в жертву Ну, ладно Не восприимчиво Видите, он устанавливает взаимосвязи И тянет к себе Шестой уровень И козлики такие Все вроде Справились Она освободилась Нифига себе И тут, конечно, пришли крысы лутать Ах вы, псы О, лук новый О, 22 Так, хорошо Че мы здесь делаем-то Пирсинг шот Он растет на сколько? 54-59 Растет как ничего Пробиваюсь с полным запасом энергии Пораженные замедляются Свои противники сбрас Сбиваются с ног Это неплохо Для инициации Но начинать нужно прям с него А не с ослабления Может, сейчас завернем куда-то Я в прошлый раз правее брал Сейчас возьмем Так, нет, подожди Я здесь не забирался наверх Вроде как можно пройти О, а это кто? Причем надо О Прыжок О, ваааа Любопытно Они вот эту вот Сегментацию зоны сделали Возможно, в том числе Для Какой-то Ну И для того, чтобы Модульно можно прорабатывать И может быть для того, чтобы Как-то упорядочить Многопользовательскую составляющую Что? 20-тогурин Это надолго Сколько экспы дадут? Мне кажется, это ваншот просто будет, нет? Я не готова Что я, в принципе, правильно шел Ну, типа, по актуалочке По своей Посмотрим Так, тут пещерка есть Можно зайти внутрь Ледяная какая-то Когда вы станете сильнее Окультист Сможет извлекать Магическую силу Из чего-то там Блин, он, конечно Тоже весьма вялый Можно попробовать Какую-нибудь альтернативную Прокачечку Так, ледяная могила Погреб найден Погреб Погреб Окей О, привет, Snow Worm Беляк Добро пожаловать На Good Game Нужна коробочница Не-не-не-не-не Не-не-не, а вы че Коробочница, конечно Здесь всех бы разуплотнила Но нет Да, локалка сделается Все в порядке Я перезалью Все равно надо с уязвимости Наверное, начинать Но они всегда срабатывают Первый стул, конечно Жесткий тут Особенно по пачке врагов О, горячий источник Такой красивый Вау Музыка меняется довольно резко При переходе в другую локацию Сейчас мы увидим Плато Киллсик Заброшенный каменоломни Чем выше уровень мира Тем сложнее убить монстров Они стремительнее двигаются Точнее быстрее стреляют Чаще сильнее бьют Мощными атаками Свойства особых монстров Тоже усиливаются Очередь 90 минут Да ладно Мы будем играть всю ночь Надо обрадовать жену Так, ну тут Враги по силам Все в порядке Визуально Уже очень много всего Нам показали То есть Столько данжей Надо что-то На восстановление энергии Друзья Мы будем чередовать Камни сверху Урон тоже наносится Левел ап Седьмой Так, во-первых Посмотрим Что у нас там есть По ножи С бонусом Есть Последний аффикс Нужно потратить Здесь Может надо было Стрела отбрасывать противника А рядом стоящих Стрела отбрасывать противника С другим врагом Будут сбиты с ног Давай посмотрим Ледикл Поддержал Ледикл Спасибо, Ледикл Черное озеро Шестьдесят семь минут Шестьдесят семь минут Реально Так, ребята Нельзя выходить Нельзя умирать Иначе все Ой, седьмые У меня тоже седьмые На самом деле Беляк Есть, закрыли Убить Сидать спортивников А, ну это этот Это ачивочка И запечатано было Открывается Только после этого Дальше можешь пройти Ваааа Так, а что я мог В принципе еще поменять У меня был шквальный огонь Нет отстрелы Здесь пронзатель сердец Которая сама находит Можно сбросить Посмотреть просто Например на самонаводку Может быть это будет лучше Семнадцать сторон Там и урона больше Повышает крит Но тут уязвимость Это делать дебаф Вешать дебаф Тогда пронзатель Не носит критический урон Ваша скорость Таки повышается На восемь процентов Рикошетит Еще в одного противника И Пронзатель также Получает от вас Вплоть до Почему не могу А, можно только Одно улучшение Рикошет Еще одного противника Либо Ледакл поддержал Ваш канал На сто рублей И сообщает Да Нравится Да Что стилистика Темная кровавенькая Не как в Д3 Мрачность Это то что нужно Диабле Согласен Ну посмотрите на первую Сейчас вам покажу первую Вот Это вот с чего Начиналось С чего Начинается Родина Вот Ну графон почти Один в один Так Пронзатель Оставляем с рикошетом Здесь Шквальная Или скоростная стрельба Шквальная Мне не понравилась Дается Скоростную Просто Вероятность Критического удара Повышается Когда вы уклоняетесь Скоростная стрельба Наносит больше урона Вы накапливаете Энергию За одно применение Когда навык Поворажает Уязвимого противника Это кстати Очень круто Мы можем восстановить Больше половины энергии Если уязвимым будет Но он уязвимым будет Только если Я Через Через Вот эту вот Уязвимость А здесь Уязвимость тоже От крита зависит То есть Когда пронзатель Наносит критический урон Ваша скорость Атаки повышается И уязвимость Ладно Тогда Берем С уязвимостью Но возможно И больше времени Он тратит на эту Прям раз в два Он больше тратит Времени На анимацию Стрельбы Посмотрим Как работает Самонаводящая стрельба Верни Ютуб Аспирант На связи Я не могу Вернуть ютуб Зачем я прицеливаюсь Только Во-первых Не прокает Уязвимость Вообще Видимо Потому что Крит мелкий А вот она Самонаводящая Как видно Уходит Да Ну хотя Надо попробовать Надо дать шанс Так Мы Освобождаем Узников Там Пять Узников Нужно Освободить Судя По Задаче Второй Третий Рядышком Такой Косой Посмотрим Да Я думаю Что Если Стакать Ее С Уязвимостью То Мы Значительно Больше Сможем Урон Нанести Я Сейчас Перекачаюсь На Первую Стрелу Обычную Там Процентов 30 Что Ли Да Уязвимость Кастуется Сколько А Каждое Третье Применение Делает То есть Окей Так Так Теперь У нас Будет На Соточку Не Четыре Выстрела Способности А Ну Если Будем Стрелять По Уязвимому Противнику А9 Насколько Я понимаю Но так Просто Надо Перекастовывать К сожалению Приоритет Следующий Ну то есть Мы Стреляем Обычный Главным Образом Как только Кастуется Уязвимость Про Простреливаем Альтернатив Да Да Так А я не пропустил Там Сзади Пропустил Узников Да Успеваем Как минимум Два раза Выстрелить Может Не стоит На мелких Распыляться На самом деле То есть Когда Когда ты Справляешься Все равно Ой Неплохо Что бы я без тебя делал И растворился Такой Класс Откройте Засаленным Ключом Врата Каменоломни Так А ты вообще Спасся Почему метка Осталась А Вот масляный ключ Потому что Масляный Засаленный Так Открыли Заморозка Что ли Да Понял Классно Неплохо Нет 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 Ёб твою ссылка нужно собрать офигел просто там и заморозка какая-то и я не знаю ослабление какое-то страшно миша это баг что меня с планшета не пускает за логин цикл логин пароль принимает до скорее всего у это шайн который мочит классная реализация и как на зло противников нет самострел ребята нам арбалетерс выдали редкий вроде разницы нет по это самое по скорости стали бы так мы дошли до что это навыки ловкость позволяет проворно маневрировать бою шаг сквозь тень время основания 9 секунд вы становитесь неудержимым быстро идете сквозь к цели сквозь тени бьете и в спину на себя урон после этого ваша скорость передвижения повышается для милишника шипы вы прыгаете назад бросай на землю шипы который нас 32 урона и замедляет противников для ранжевика похожий рывок количество заряда 2 вы делать рывок атакуете противников короче я бы шипы естественно сделан на единичку два заряда 6 секунд действий вует прыгает назад подожди ну сейчас будет все смотрим вот так вот а красота блин вообще такую позиционку можно бахать это реально хороший вы же просто очень хорошие избегание получая опасилась и посмотри я одну могу сказать шимеда оба знаете что здесь еще интересно здесь они поработали над анимации персонажа то есть он не выглядит как знаете в этой в 3 диабли какие вот невероятные акробатические трюки человек делать ну тут тоже конечно с фантазией но тем не менее смотрите ну то есть такая вот более естественная так скажем круто так пассивасы пассивасы двужелец получается на 5 процентов меньше периодического урона по действиями эффекта контроля получаете меньше урона мастера оружие ваши атаки усилиться в зависимости от типа оружия луки урон увеличивается боюсь уязвимыми противниками арбалита крита поднимается меч и урон увеличивается кинжала при атаке противника с высоким уровнем здоровья увеличится на пять процентов еще есть быстрые хитрости когда вы вызываете у противника головокружение время восстановление уклонения сокращается крит с головокружением сбивает с ног ёшки матрёшки чувствую тут билды уже такие да можно можно начать потихонечку втыкать красиво оооо опасно сюда на помощь она оказалась блин так непривычно чтобы отпрыгивать но отпрыгивает эффектно конечно то есть если близко все там замедление чем два заряда это еще тоже такой сейф хороший что важна позиционочка будет ну для него чтобы не не та самая никакая сволочке плотную не подошла завал и мы вперед а тут арена а тут босс я не дожму и там фас много и она восьмого что блин сейчас пишется губ будет да как нет ой я дурак нужно срочно этих офигеть да у нас сносило процентов по 70 в ваще не ну это очень хороший знак что блин что нормальная сложность это прям ох это прям ох это прям ох это прям нормально просто наш главный пустите меня в игру снова но время варвара все он-то точно не умрет девочка варвар или мальчик варвар о но это классика прям отсылочка к чему оля как он добрый вечер погнали а надо отключить было надо было бы челк отключить ну круто конечно причем я я после первого удара понял что здесь лягу скорее всего что бутылок нет там еще какой-то с этот давайте настройки как там игра скорее всего как это а может быть это в самом начале при создании персонажа так только не выход из игры давай выход из игры до выход из игры все таки до выход из игры не выход из диабла выход из игры так изменить уровень мира или как это искать или ветеранту четыре уровня мира кошмар истязания и и только зашел говорит привет солдар нас пою визуал так точно визуал так точно не синих не боя можно телефон не так хорошо видно здесь детализация гораздо лучше чем-то в том по и который я видел стилистика но стилистика пояс содрана с диабла 2 или с первой диаблы то есть просто возвращается к врачнику ты же не отключил так я же не знаю где отключать а там еще софткор надо хардкор поставить особые возможности игра да я пересоздам персонажа просто давайте так удалить персонажем а видите имя персонажа это чтобы мискликов не было класс это хорошая тема потому что по мискликам столько персов умирала включи хардор хорт или все с дрейфил что нифига себе ты дерзкий какой может дуэличку сыграем какие игры ты знаешь на денежку так создаем аксессуары завершить обучение обучение не по ним не пойму короче сейчас опять игра начнется а я по идее должно быть в игре снизить частотой отобразить подробные подробные описания показывают подсказки тут нет настройки но вряд ли это в графике правильно вряд ли в звуке вообще не управление нет надо назад был не хочет то что проверяет видимо сразу на актуальность да нам придется еще ролики посмотреть первые и пробежать по первым локациям но я постараюсь по ну я по идее должен оооо сразу есть двуручное оружие топоры как только уровень получим сразу мы посмотрим что он по белкам я больше экспы дают кстати просто за добегание до кустового товарищ я знаю уже куда бежать главное это самое сейчас не дальше дайте чем чем за остальных есть опция просто не ходить все уровни ну в титан же где где враги такого же или выше уровня но мне это как-то по это самое так что по белкам во первых до выпад дает ярость делает выпад нанесите противнику 12 урона выглядит следующим образом мы не можем надо выйти сначала из города причем надо противника найти а нет вот такой вот да и ярость на нуле ну такая же механика как у варвара на 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 третьем да то есть ты сначала настакиваешь ярость а потом ее используешь удар конечно весистый оооо блин так дрожит экран хорошо неплохо сбросим и сокрушающий дар дает чуть больше ярости до десяточку вы совершаете сокрушительный удар оружием на себя противника 12 после четырех попаданий следующий сокрушитель оглушает цель глушение продлевать всем лучше просто прям серия ударов идет они заходим ой извините не туда кликну так мы всех персонажей посмотрим хотя бы базу а сброс можно конкретного таланта делать не перекачивать полностью а конкретно талант хорошо вот раз но тут не видно серию потому что нужен кто-то покрупнее так окей посмотрим пока бешенство дает 4 ярости обрушиваете на цель шквал наносящийся вниз за каждую пару ударов когда бешенство поражает противника скорость таки этого умения повышается на 20 процентов 30 секунд вплоть до 60 процентов капец выглядит конечно сказочно это ну это разгон кажется тоже вот вот ха 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 так и последнее свежевание дает 9 ярости вы сдираете противника кожи нанося 1 урон мгновенный 13 урон с кровотечением мне пока нравится бешенством прибавка скорость атаки то есть это такой разгон 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 вот так но работа по одному противнику ручки горят от соответственно бешенство работает да прекрасно ярость быстро копится из-за быстрых ударов но минус том что как бы нужно время для того чтобы выйти на на определенный уровень по дпс свежевание против скелета свежие скелеты тридцать девяносто четыре минуты логин говорит только пришел да есть такое но та скорость которой да ну вот шаманчика нет нет она я на бешенстве пока кажется гораздо выгоднее хоть ироны мелкие но зато у нас будет у нас будет запас ярости и мы выходим к следующий вихрь затраты ярость секунды но это вертушка классическая вы стремительно атакуете ближайших противников погнали стремительно атакуем ближайших противников стремительно до эль классик он и все эфире заканчивается следующий молу древних затраты 35 в обрушиваете свое оружие ярости древних нося 23 урона целям в небольшой области в небольшой области я думаю что меня выкинула я другую кнопку я промахнулся никогда бы не подумал что мне механика варвара понравится больше чем я сорочку не все посмотрел не все потыкал там конечно надо было я не знал об откате можно было реально нет я узнал чуть попозже об откате плюс вот этого молота в том что он сразу тратить ярость ты можешь вернуться к продолжению вот этого вихря разгоняться а сколько времени занимается как на отчего мне отталкиваться по если мы не привязаны к ярости 3 секунд на 3 секунды когда бешенство поражает противника так повышать на 20 процентов плоды 60 то есть то есть что еще раз горячий шума нет вы обрушиваете еще раз стремительно на себя 9 урона за каждую пару ударов пара ударов бешенство поражает противника этого умения повышается на 23 секунды вплоть то есть на три раза получишь повышается да но обновлять нужно получается если прибавка скорости атаки от бешенства достигает это больше ярости а это модификатор который тебе генератор ярости дает они увеличение накопления скорости атаки ну то есть триггеры то есть три секунды где-то давайте попробуем на этом блин что тут как бы все равно танковать то не надо а и и и и и и и и сложно сказать так поменяли мечешки я бы потестил еще вместо молота древних следующий выброс земли вы разрываете землю запускаете перед обломки наносящие а вы атакуете оружием с обеих рук противники в центре получает урон от обеих ударов пассивочки базовыми не позволит накопить на 5 процентов больше ярости точную удачный удар все ваши основные умения сверты суде 10 процентов делают уязвимы на 2 секунды а тут я все проверил свежевание только не проверил периодически конечно урон зашкаливает но кровотечение может быть посмотреть что состояние берсерк скорость атаки в вашей день повышается на за каждый активный эффект бешенства получать 8 процентов меньше урон за каждый активный эффект бешенства где можно посмотреть на количество стаков бешенства надо посмотреть ну должна быть где-то индикация обычно среди диабли это было над здоровьем вот здесь вот да 80 над экспой я глянем на иконочки 300 консор и вывышав гонки кунт уолфер вот ухе в костю кутком пани и стей фуре па Не пропустись просто эту заставку. Отличный смейл, да-да-да. Ледокол всех отличный смейл, он подобрал просто. Глянь перки внимательнее, там что-то для дробящего прописано, что-то для дручного. Я сейчас не хочу в детали, я хочу посмотреть основу. Реально не пропустить. Мы долго будем ехать, пойду это самое попить на лес. Редактор субтитров А.Семкин. Беляк. В прошлый раз 100% было можно. Випс говорит, только вернулся как игра. Явно есть харкорные задатки, потому что, ну, я с первого раза не прошел. Ну, то есть, есть сложные боссы, есть ваншоты. Графически. Хотя это не самое главное, типа, для Диаблы, но на первое прохождение, если ты там без фарма играешь, это очень важная тема. То есть, меняются локации, хорошее освещение, отражение. Ну, вот сейчас взгляни просто. Это, ну, типа, движок просто. Ну, вот то, как оно есть. Да, со второго тоже не прошел. И с третьего не факт, что пройду. Всем привет, где Пипс, Окол, Диан? Когда последний раз был на этом стриме, был такой состав? Нифига себе, до 10 лет назад был на этом стриме. Я не могу, я не могу, я не могу. Так, скачать Диабло? А ты из какой страны собираешься скачать Диабло? А где? А, я убрал обилку Может быть стоит что-то кроме по этой самой Она разгоняется очень хорошо, конечно Блин, а я не вижу стаки над персонажем Очень странно Что я хотел проверить Тут и бросок земли, выбор земли Вот такой вот Ну, это, кстати, поешная чисто вот обилка, насколько я помню Там даже билды на проуровне хорошие были А, на самой обилке, понял, на иконке А что нельзя пропускать эти диалоги, я не могу понять У нас впереди просто еще столько повторяющихся диалогов, которые раньше можно было пропускать Табак какой-то лишний Хотел отключить обучалку И ты не можешь там в меню сейчас выйти никак Пока он разговаривает где-то, нельзя старших прибивать Так, может быть здесь дрожание экрана Отображать значение урона Это хорошо Подробное описание под расширением формата интерфейса Исчезновение предметов Анимация, активация, меню действий Переключение режима держания позиций Прислужники Индикаторы здоровья Подсветки Нет Может управление Окно персонажа Нет панель класса Контроллер Да, отключил И стало еще больше Диалоги, пространственный звук Громкость Приоритет голосового чата Субтитры в видеороликах Размер текста Прозрачность Автоматическое проигрывание диалогов Наверное, вот так вот Как минимум надо убрать Чтение экрана Нужно Текст в речь Наверное, не нужно Тоже Звук забора добычи Звук предметов Неподалеку Неплохая вещь Тут фильтр как бы Встроенный есть Так Бронька Еще один кинжальчик Дайте годные лавка Как сочетать в РФ Создаешь новый аккаунт Battle.net Указываешь там Казахстан И потом достаешь Достаешь Чтоб тебе кто-то Кто-то подарил Либо другу пишешь Либо пользуешься сервисами Типа На оплату инфо И Не убивайте босса Игроки нашли странный баг В бете Пользователи Общают, что после убийства Босса Их выкинул сервер Писанаж был удален Не нужно Прозапустить игру Создавать нового Но для этого требуется Вставить очередь А какого именно босса? О, пропустить диалог Можно наконец-то Класс Наушники Это соньки Которые Икс Че-то там Тысячи ВС Не помню Ну короче Беспроводные Они по идее Ну в смысле Провод сейчас есть Я на стримах с проводом А на улице На работе Беспровода Ну и с телефоном Тоже Соньковские Хорошие ушки Серьезно Мы еще разок Синематик посмотрим Ну Это не Синематика Это на движке игры Ну ладно Хорошо Те кто пропустил Сейчас посмотрят Интересный Кар-кар Второй раз Смотрим Просто Я уже видел Чисто Фростпанк Ребят Может скипнем Как скипнем Не показывается Интерфейс Шеймфу Шеймфу Тут есть Холд то скип Но Это было на эскейп А не появляется Кнопка Что можно пропустить Она в правом нижнем углу Была Подо мной Но не появляется Сейчас эскейп Зажимаешь Ничего не происходит Поэтому Альта вниз А ты Даешь советы Просто как будто Не это самое А да Есть Он прав Бендер прав Ребята Все Спасибо Бендер Низкий поклон Прости Что погнал на тебя Реально Альтап То ли это везение То ли еще что Но реально работает Теперь мы можем Пропускать Диалоги Её по РСТ Спасибо тебе Великий человек Да не бесись Нормально все будет Сейчас найдем Так я пропущу на этот раз Вот этих вот товарищей О, двуручный молот 18 Обновили молоточек О, как она режет О, извините Красиво Shine Ей бы еще как-то Какой-то навык На А, это Там стрельба идет Какая-то Нам вниз В общем Это пока что Лучший генератор Фьюри Насколько я вижу Делужен подарил Один Мне бы Посмотреть как А Вот этот удар Вообще Красиво Спасибо Маркетман За За примачки Нам нужно время Чтобы Видите Как она медленно Ходит И по одному По одному Хорошо Какие еще у нас Допустим Мы этот Рваные раны Вырубите противников Перед собой И кровотечение Наносите Ледикал О май гад Это ледикал Я постараюсь За барба пожить Подольше Там развлекается Спасибо Так Пропускаем Ролик А кстати Была Иконка А сейчас Уже нет Я снова Альта Бьюсь Видимо Для того Чтобы он Появился Но Не уверен Что он Так сработает Да Есть Возможность В общем Смотри Главный Урон Не получать Самому Наносить Тогда не Умрешь Попробуем И здесь Тоже Можно Отлично На опыте А не потрачены Очки умения Все таки есть А мы Нам только что Уровень дали Окей Мы можем Не Давай посмотрим Прямой урон Продлевает Прямой урон Оторванных Ранд Проявляет Действующий Уязвимость Не очень Сочетается Потому что Там Уязвимость Не накладывается Здесь Конкретно Мы просто Подарил Один Примем Просто Генерация Бешенства Быстрая Удар был Снаут Мышь Смеча Не такой Эффектный Совсем Я Смеча Ну Она будет Подставляться Конечно В такой Ситуации Подставляться Может Знаете Что Сделал Мне Мне нравится Идея Одного Из первых Выпадов Потому что Это дает Себе Контроль В По Перемещению То есть Там Из-за Дэша Ага С высоким Уровнем Здоровья Высокий Это Сколько Высокий Более 80% То есть Он Инициирует Хорошо То есть Врывается Наносит Кровотечение Выпадом Критический Удар Выпадом Дает Берси Не Давай Лучше Доп Урон А вот Что К нему В дополнение Брать Это Хороший Вопрос Зависит От того Сколько Там Ярости Будет Зависит 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 Актом Наверное Потому Что Ты можешь Тогда Разные Билды Использовать Просто В рамках Одного Уровня Это Ну Типа Против Определенных Боссов Одно Против Другое Другое Или даже По типу Врагов Перестраиваться А до пятнадцатого Бесплатно Потом Платно Понятно Сорка Все У нас Уже Два Персонажа Умерло Вообще Класс То есть Сорочка Умерла Когда Почувствовал Что Все Все Можно Абсолютно Она там Пил Пил Пыщ Пыщ С удовольствием С нее За нее бы Еще разок Согранул Так Топоры Здесь Посредственные Амуль Взяли Там Можно Разобрать Вещи Но Мне конкретно Это не поможет Купить ли Кольца Или не Купить Да Апологи Предзакажи Говорит Предзакажи Это Ну это Срабатывает Сработает Какая-то Конверсия Будет Хорошая Вообще Идея В Игру По предзаказ Где-нибудь В середине Говори Там баннеры Какие-нибудь Вот Это мы Этот квест Мы в прошлый раз Брали Поза Прошлой взяли Сюда не буду Наверное Пойду Сразу В Это В атаку Тут Уже Люди Бегают Блин Но Явно Много Нововведений В Этой Диабле Много И вот Эти Лаги Классные Сейчас На привычное Место Качнем Пару Уровней Ну вот Смотрите Напрашивается Этот удар Хоть и примитивный Блин Но мне очень нравится Тем что Да Ты Перемещаешься Так Что Ну не к первому Ну в смысле К первому мобу Вот здесь Явно нужно что-то Уже когда-то Ярость накопил Да Этот дэш Это просто супер Это просто супер Супер И вот Ты пришел Обрушивайте молот Древних Затраты ярости Ты Быш То есть Ты Идешь вперед Выбираешь Как Мы в принципе Можем выбирать Любого То есть Мы направление Следующего удара Можем Выбирать Выбрать Земли А Синергия Здесь Чем-нибудь Есть Просто Урон Кровотечение Урон Кровотечение Хорошо Кровотечение У нас С чем Связано Еще Там есть Какие-то Пассивные Типа Продлевает Уязвимость Дает Дополнительная Ярость О Кровотечение При использовании Рубящего Оружия Выкрит Также Наносит Урон От кровотечения В объем От базового Урона Нет Наносит Больше За каждую Единицу Ярости Применительно Когда Молот Наносит Накапливать Больше Ярости Прожженная Сумерность Десяти Раз Что Когда Молот Древних Молот Древних Вы В течении Пяти Секунд Накапливаете Три Процента Единицы Больше Ярости За каждую Прожженную Противника А Типа Генерация Ярости Увеличивается Медленно Да В общем Пять Секунд Еще Действует То есть Не факт Истаки Уязвимость Я двойной удар Не пробовал Давайте Посмотрим На него Кажется Не пробовал О Выделилась Зона Событие Древний Сосуд Осмотрите Древние Сосуды Мы требуем Крови А Вижу Все Увидел Ну да Генерация Ярости Конечно Неспоставима С тем Ой Хорошо Двойной Нравится Нравится А противник Это здесь Пятого Блин Хотя я уже Тоже пятого Топор Плюс Двенадцать Неплохо Блин О Там Вписываются Наши Блин Уязвимость Тащат Хотя бы Кто-то Должен Эту самую Уязвимость Накастовывать Вот Смотрите Как он Просто Дэш Великолепный У варвара Я кажется Это уже говорил Опыта Дали Дубина Кожаный Жакет Отлично Защита Дамаг Перчи Ботинки Еще старый Не надел Нормально Так Хорошо А что у нас Дальше Если Двойной Ударной Оглушен И сбитым С ног Атакуем Надеюсь Что выброс Вероятно И глушает Пораженных Противников Накопить Больше Ярости При использовании Дворочного Оружия Как 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 Оглушить Как Как Его Сбить Давайте Молот Древних На Настакивание Ярости Проверим Любопытно Ну Медленная Там Конечно Атака На 5 Секунды На 3 Процента Но Стаки За Десятку Может Там Обновляются Например Так Окей Давайте Куда Нибудь Свернем Здесь Вот Закрытый Балалок А Вот Сюда Я Не Ходил Насколько Помню Да Здесь Прыжок Спускаемся Точнее Класс Игра Красивая Игра Красивая Как Минимум Мрачность Это Плюс Волкалак Шестой А И вон 5 Стак 6 7 И почему Он не сбрасывается Сбросился Ну так-то На бой Хватаю То есть Там На стак Еще раз Описание Как Когда Мол древних Наносит урон В течение 5 секунд Накапливается На 3 Единицы Ярости За каждого Пораженного Противника Эффект Будет суммироваться 10 раз Наносит урон То есть А Он Он Короче Из-за сплэша Получается Больше стаков То есть Тебе не нужно Количество Такой ударов Чтобы 10 Стаков Сделать Тебе достаточно Один раз Ударить По 10 Людям И все Будет Огдавить Мысль Такая Видимо Да Ну По 3 Попали Окей Мы тогда Сможем Просто чаще Использовать Этот самый Второй Удар То есть Изначально Инициируем С дэшем В какого Нибудь Плотного Там Не обязательно В плотного На самом деле Главное Чтобы у него Было Полный Запас Здоровья Все эти Дороги Ведущие Ну вот Нам сюда Я с удовольствием Туда схожу Еще раз Там Хороший Очень Красивый Дан Что Коняшку Можно купить Можно Заскочим Посмотрим Что По бижутерии Печатка Спротивление На 10 А Берем 2 Главное Десятого Дожить Возьмем С собой Пару Колец Ледокрыл О ледокол В смысле Да Ледокрыл И впереди Ивент Так И выбрать Наносит Подавляющий Урон Подавляющий Наносит Дополнительный Урон Равный Сумме Вашего Текущего Здоровья И Укрепления Молод Древних На 1% За каждую Единицу Ярость Накоплена На момент Применения Навыков Оооо А ну да Там Там Десятка Максим Нет Ярость До 100% Х2 Урона При полной Ярости Получается Так Тут Ивент Какой-то Я поучаствую Наверное Собрали Раз Собрали Два Ребят Вы Не Понимаете Что Происходит Нет Пока Пока Ничего Не Происходит Как Поучаствовать Интересно А На карте Должно Появиться Такой Радиус Да Что Типа Ивент Доступен Класс Надо Последить За Ну да Он же Короче Полная Ярость И Молотком Полная Ярость Молотком Попробуем Такую Последователь Посмотрим Какой Дамаг Будет Вылетать Заходим Запретный Город Очень Красивая Локация Предстоит Да Первый раз Поразило Вообще Меня Тут Нужно Яростных Духов Трех Уничтожить На этот Раз Кажется В прошлый Раз Задача Менялась Ну это Необязательный Квест Потому что Маркер Видите Стоит На выход Из Этой Локации Нам А не Седьмого Блин Не такой уж Серьезный Урон С этого Молота Но он Сплэшем Он может Под босса Не очень Подходит Это Может быть Мой последний Задача Квест Парикам Навели Задача Я Задача И слушаю Скримы Как они Сверхи И Сверхи И Сверхи Немножко Стремновато Что он Находится Просто В гуще Событий Но Надо Посмотреть Что По Этому Последующим Защитным Перкам Прикольно У них Акценты Уж Наверное Западная Европа Север А у меня Они Всех Похожи На Каких-то Карикатурных Актеров Которые Русских Злодеев Озвучивают Фильм Пойма Стукил Диабло О Я Не готова Я провалился В текстуру Билл Билл Хорошо Не разбился Взял Телепорт Ушел Оттуда Клипчик Сделайте Круто Прикольно Ну Это Да Это Б Б Это Б Это Бага Думайте Бага Прикиньте Сейчас С персонажем Что-то В этом Случается Ну Проваливается Через Текстуры Падает Или Получает Какой-то Урон Все До Свидания Вы Играете На Хардкоре Мы У нас Для вас Есть Отличная Игра Да Я там Только что Героя Я думаю Можно Кроме Молотка Еще Чуть Попробовать Можно Вообще С этими Товарищами Походить Тем более Здесь Ивент Вместе Можно Выполнить Купшин Душ Да В прошлый раз Я подошел К Отразите Вражескую Атаку Легко Я Немного Фюри Я тут MVP Остальные Вагоны Ну явно Любопытно Любопытно Что и персонажи Тоже Такого Такого Жил Левела О А вот и Босс Лучник Это кого-то Синки Закрыл Нифига Себе Изявый Годные Одеяния Плюс 75 Рыц Сопротивление Типа урона Яд Минус От атак От атак Тут еще меч Плюс 35 Рарочки Пошли Рарочки Люблю Рарочки Вступить В клан Создать Клан Требуется Название Клана Клан Клан Белых Нет Доминации Белых Не забанят За расизм Блин У меня просто Бел Этот Ладно Не важно Метка Клана Ребята Клан Гудгеймс Создаем Я создал Так давайте Разнообразие ради Попробую Убрать Вот эту Штуку Ну вертушку Не хочется Я Вот эту Попробую Проверить Еще разок Что там дальше У нас С вероятностью Оглушает Врагов Берсерк Берсерк Это что Больше урона Ваша скорость Передвижения Повышается Значит Это больше Дамага Скорость Перемещения Повышается Хорошо Беру Но надо Вот И берсерк И снова Берсерк Вижу статус Дурочный топор Достигает Первого уровня Что-то там Это интересно То есть Вот это вот На массу Уже Работает Гораздо Лучше Много мелких Противников Это наша Красиво 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 Так Мы снова В той локации Где провалились Через Через текстурки Силотаки 107 Броня 4 За здоровье 93 Снаряга Интеллект Тут статы Не это самое Не качать Нельзя Кажется Зашел с компьютера Специально На графоне Так себе Специально Зашел Чтобы Пожаловаться Да Бендер Что типа Не нравится Тебе Графон Понятно Так Где-то Здесь Мы Упали Игра Пощади Вижу О 10 Блин Какой же он Злой Да Берсерк Не обманули Но это плохо Подействует На Каких-нибудь Хотя на боссах Тоже есть Наверняка Всякая фигня Он же не просто Себя еще бафает Он еще Урон Наносит Здесь Да Работает И все равно Этот дэш Очень много Времени Экономит То есть Тебе нужно Двигаться Вперед К следующему Противнику Нанести урон Ты его уже Можешь использовать В том числе Для того Чтобы контролить Ситуацию То есть Фактически Этот удар При наличии Целей Он тебе Дает Вот этот Дополнительный Дэш Как вас Много Красиво Анимация Мне очень нравится Очень нравится Анимация Дуручный Молот Так Уничтожьте Яростных Духов Берсерк С так И с берсом От атак С топориками Ну Иконка Другая Но Они для разных Целей То для Генерации Ярости Это для Временного Получения Скорости Примещения Скорости Атаки Красиво Они так Разлетаются Смачно Оооо Еще Дуручный Молот Это те самые И кого Кого нам Надо было Покарать Эбби Вступает В бой С монстром Класс Бендер Серьезно Стилистика Не нравится И качество Окружения Пока мне Связка Это больше Все нравится Сам по себе Удар Конечно Не самые Эффективные С точки зрения Накопления Ярости Но В сочетании С А Убейте Всех Противник Все-таки Да ладно Нет Я повторяю Ту же Самую Ошибку Кажется Могу Убить Не всех Вероятностью Один процент Окапливается Ярость Сдувает Просто Сдувает Моя Девятый уровень Так У нас Два Очка Способности Мы можем Пойти Уже Навыки Категории Защиты Топот Вы силой Бьете по земле На себя Ближайшему противнику Один Сторону Оглушая Их На 3 секунды Воодушевляющий Крик Время восстановления 25 секунд Обобряющий Клич Повышает Защиту И скорость Передвижения На 30% Скорость Накопления Ресурс На 50 На 6 Секунд Усиливает Находящихся Союзников На 3 Секунды Железная Кожа Время восстановления 14 Вы собираетесь Силами Окружает себя Барьером Который Поглощает Урон В объеме 50% Недостающего У вас Здоровья А Понял Время действия Барьера 5 секунд И Подстрекающий Крик Вы провоцируете Ближайших Противников Получаете На 40% Меньше Урона В течении 8 секунд Единственная Вещь Без КД Это Топот А Не Какой Без КД 16 секунд Алеша На 4 секунды Топот Дает Ярость Время восстановления Мощного умения Сокращается На секунду За каждого Противника Пораженного Топотом А эти Максимальный Запас Здоровья На 5% На 4% Вы получаете 4 показателя Эффекта Шипов 4 показателя Эффекта Шипов За каждый День Здоровья При Максимальной Здоровье Водушевляющая Неудержимость Дает Неудержимость Полностью Защищает От эффектов Затрудняющих Перемещений Вот это Интересно Ну блин 25 секунд 6 секунд Повышает Скорость 25 ярость Повышает Скорость Восполнение Ресурсов Укрепление Укрепленные Цели Получает На 10% Меньше Урона Эффекта Где Пока Запас Временного Здоровья Перевышает Запас Текущего Здоровья А Нифига Себе Это Типа Когда Быстро Пробили У тебя Укрепление Ну Когда Шкала Опускается Железная Кожа Дополнитель Поглощает Урон В размере Еще 5% Вашим Максимального Запаса Здоровья Пока Мне нравится Железная Кожа У нее Сравнительно Небольшой КД 14 секунд 5 секунд Работает Погнали Так Ну Нам Что Ярость Почему Мы Не Можем Прожать А Запас Здоровья Должен Быть Не Да Прикольно Сделали Как Прикольно Ставим 4 человек остался да ладно бэк за full так не разобрал фигню и простой двуручный меч как-то можно выкинуть просто через alt или через shift нельзя там двуручный меч у которого больше урона чем шип 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 так осталось два человека я вижу их на миникарте о широколезывание топор плюс 20 почти но это одноручки у меня что основной они подожди выпад выпад это как раз с этим основным оружием так что мы сейчас поднялись сил атаки 138 броня здоровья 105 все готово я должны должен был открыть сам вход редкий предмет забыл ты не возвращаешь так босс злоба ни фига себе я хотел там подстанет здесь не зарядиться и а и и и и и и и и и красиво повязки бродяги бродяга я бы в городе сейчас скинул вот эту всю всю ерунду кроме колец потому что а мы шатю до спокойно телепортируемся это лока такая подняли уровень получили шмоток вернулись барбан говорит мне одному кажется что босс как из нему сетов не динамики ну конкретно этот может да но нас уже удивляли боссы которые и шот или нормальным есть и хардкора не хватает то а я взял кольца были обычные кстати их продался держи в курсе тпшимся и отсюда с этого вейпоинта наверно пойдем снова ну варвара не сильно ну то есть 40 этого босса тоже не заметила она просто держала дистанции не получал но барбу прилетает тоже весьма неплохо к сожалению то есть я думаю что от ваншотов никто здесь не не застрахован на этом этапе есть шлемак и потрачу может там оружие хотя бы будет это наручный топор броня которую получается с грузирующий больше противника вашего уровня 16 процентов вашего уровня видите важно еще не лезть слишком далеко а москва так выгодная трата это же все дороги поисках монаха да 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 рада это квест насколько я помню получаем опыт увеличивается на 5 процент когда вы такой сет рядом с другим игроком бонус удваиваться если в группе что-то там еще болен чуть лучше топорик взял надо привыкать идиечку и сзади да вот сюда ну это квестовый товарищ да ты чтыш хрена себе лучше конечно все вот так вслепую не танковать это может плохо закончится в конце концов четыре хилки максов возможно там дальше пойдет больше но пока что да опа засада поглощение спасает реально спасая если единичку прожимаешь улыбаешься так это девятый уровень а мы какие мы как раз девятый насколько понимаем и прошлый раз кажется я здесь умер на боссе в конце этой локи да не я не узнаю эти места край милосердия здесь него еще травки какие-то для крафта сделали видимо будет что-то еще да я даже не это самое посмотрел список крафта такой да да ну нафиг давайте я лучше базовые вещи посмотрю базовой обилки 3 класса этих и обязательно перри пройду и за 40 ку и за это из-за каждой из трех классов я на этом в эту пройду но смысле 25 получу вот еще где-нибудь побега подавляющий урон с вероятностью 3 процента вероятность нельзя повысить навсегда но подавляющий урон может сработать от некоторых эффектов лока загружается очень долго и я подозреваю что это не загрузка из связанных диском потому что у меня на ssd игра а это с сетью связано скорее может что-то докачивается процессе сейчас выкинет такой долгой загрузки еще никогда не было ох руина у друга тут выкинула самое время коробки и дать а там фоновый фоновые звуки не работают можно пока в д-1 да нельзя я тогда альтапнусь и хотя ладно чего альтапнемся минуту побегаем у нас от коробочница на на этом уровне куда я иду ты же все уже прочистил 13 зачистил коробочница это с первое диабло первое 90 какого-то там пятого шестого года да если меня выкинет я сейчас буду в очереди часик стоять давайте подождем не знаю пять десять минут зачистим следующий уровень в диабле здесь вот и и если нет диска им ся и ждем погнали вот это нормальный графон ничего не глючит все понятно здесь даже сетевой режим есть так то здесь псы оба как ты а ты так увидел вот этот хардкор я понимаю айседовские псы эти вот петфинды опасно если подойдут но у них сопротивляемости к нету к этому интересно кто там впереди псы да импо еще импо потихонечку подойдут но они тоже мелкие короче здесь состав врагов весьма и весьма такой убивабельные господи как же вы а это лондон поэтому он стоял плейд это не сдержать мне пока что такие так лондона нам взяли вела в стил у нас на прошлом уровне вообще в пит бы сходить я точно пойду в пит просто пить его очень много экспы и там типа мега сложно но не для нее то есть я бы пошел даже не не дочищал фейзеры молодцы пошел бы не дочищая даже уже 12 часов ночи может быть сейчас подождем короче я не буду наверное я не буду час ждать если там очередь будет только не умри сейчас пожалуйста своей напоследок не хватало только тебе рефлектор же майкил прожимая улыбайся убивай как называется класс мага кастер по разным стихиям что ты шмалял но там несколько подкласса там есть обычный маку на разными стихиями есть элементалист который с уклоном в холод у него специфика несколько другая там есть самонер маги тут вообще от этом это любительский мод он называется захел 3 его делает разработчик с никным и мордор он из москвы оригинальный 1 диабло в основе лежал модификация the hell и потом там лет десять наверное делали the hell 2 и вот совсем недавно такую новую ветку разработки запустили за hell 3 то есть где-то 25 классов это классическая диабло по задумке мордора такая которая должна была быть то есть с большим количеством контента сложная хардкорная если захочется так а вот и пачка похоже я не пачка просто много разной специфики расширенная там стата система перков синергии перки синергии сочетания перков трейд и характерные черты класс классов да эти вот до двух можешь взять довольно много здесь работа была проделана опа это плохо кстати а уж там герой проходит мимо я помню этого импа он не подходит на что ему друзья свои мешают а так он подходит потом еще сзади стреляет похоже пачку да вот он свои ну чё там диабло не загрузилась все ну я у меня нет слов загрузил я хорошо что загрузилась но просто видимо это связано с перегруженными сервачками кажется вот на вот на конкретно на этой локации да очень похоже убить охотников рыцарей да 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 здесь будет босс которыми я сожрал давить кто помнит а а а в очередь лоп переди вот они а 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 и фига себе там а это ёж 9 блин ёж я там все просто в лицо получил ё-моё ещё делать веры там их и пышечка сразу пошла отдыхать ёшкин кот нам я готов ли я вообще 9 перс 9 уровень о приехали кажись да я стабильно прожимаю блин сейчас щит вместо хилки дед мороз блин так мне нужно механическую шкатулку вернуть да он тоже просаживается капец нет такого что знаете варвар там в жирнее в полтора раза нет качать жизни ты не можешь а вот шкатулки кстати ну смысле места под шкатулки да я здесь вдох я здесь вдох конце этой локи удачи ты михаил счастья здоровьем мы будем помнить тебя недолго я не готов капец короче тут пока тут тут пока ваншоты так я вам скажу как бы броня твоя идет лесом эти шестнадцать процентов резистов два удара ловишь и все и досвидос а not ready но это значит мувс это надо изучать и билды менять или не не ходить на актуальные даже локи то есть локация сейчас так а подожди я 10 могу прокачать так защиту на 1 наверное до железная кожа дает укрепление в объеме от базового запаса здоровья от объема 2 если ваш ниже до исполнить здоровье прочности барьером изначальный прочности барьера для на количество источников надо попробуем и так быстро уходит ну это игры реально очень такой мобильный хороший потенциал то есть она по механике не очень сложный типа с точки зрения управления красиво скосил видели на джойстике опять же на нем хорошо наверное играть тоже плюс стройкам более качественных вещей не сейчас я вот возьму у шкатулочку и опять окажусь видимо у босса который даст мне таких люлей кажется он был именно здесь в этой локации нет а это просто промежуточная штука взрывы хорошо ну допустим допустим но это не босс а я даже не видел на что я наступил хилка минус добрый день склятк невоспетых они точно не дошли замороз ты с этой атакой легко запрыгиваешь туда куда тебе не нужно маркет вон да спасибо большое скелет капитан капитан дэшем не пользуйся на регулярной основе дэш это твой твой сейф красиво ну шайна в парочку взяли один добавляет дополнительный урон при атаке и при одной и при второй разные типы я все ниже и ниже иду она колонны до вас и грамм а да я здесь умер этой лучницей я не знаю где у него это самое как он массу он ослепляет вот таким вот образом но несколько этом он стенку вокруг себя ставит кажется вот так вот его во все стороны да она взрывать а у там взрывается все там пол взрывается а не увидел под собой ничего такого охренеть я еле выжил летом не было хитов опять неудивительно что умер вот он взрыв а там большая зона вокруг него просто взрывается реально очень большая зона вокруг него взрывается капец вот он бах вот это ваншот для для некоторых классов это ваншот и опять и он за свою у еще в сочетании со слепотой ты не всегда понимаешь вообще вот он опять зарубит бах нет да я боюсь просто подходите к нему вот она да а он взрывает все вот эти вот кости которые у него то есть все вот эти вот поставлю да да он взрывает может и вокруг себя конечно не только нет нет я не мог выйти открыть счетчик аспект аспекты аспекты для некроманта и для друида полезно посмотрите зацените чего не сможете использовать данный этот раз мы по крайней мере были о полный шкур плюс 88 брони ну на самом деле те кажется о плюс 100 брони а ты сокращаешь только на три процента входящих противников урон то есть был 16 стал 19 растет очень медленно 100 плюс 100 зеленым это вообще возвращаемся домой у меня смешанные на самом деле чувства понятно что она по дизайну очень хороша то есть торты вот эти вот перри перенесенные в игра в игру дизайн разные типы данжи в анимации очень классные и при этом надо ну это же диабло надо здесь в механике в буреваться надо посмотреть пока что поверхностно здесь скорее идет речь об упрощении почему потому что мы не качаем статы ну как бы ладно они есть хотя и в 3 диабли тоже нет покачки как таковых статов что у нас там количество отображаемых параметров тоже сократилось то есть самый 3 диабли не помню сколько на старте у вас но гораздо более расширенная статистика по умолчанию просто там с дюжин параметров и если вы посмотрите например вот в первую диаблу да здесь несколько она расширены уже но даже в самой первой версии диаблы в характеристик персонажей было значительно больше чисел то есть ну упрощают 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 статистику тебя в инвентаре есть инвентарь но это буква а и это как раз а в личных данных и где здесь а материала характеристик нет а вот материалы характеристики и дальше пошли вниз ну да это уже это уже похоже на правду стандартная вероятность крита вызовем на урон и вызовем противником да это больше похоже на правду окей ну может быть они не вынесли просто потому что типа излишне инфа сейчас разберу но возможно мне кажется нужно потихонечку за это самое закругляться а если у вас есть какие-то идеи по ну персонаж у нас выжил мы им пойдем до 25 уровня здесь кап здесь ограничение в битки до 25 я думаю до 20 числа то есть еще завтра послезавтра мы включительно поиграем еще потом будет потом openbeta будет доступна в конце следующей недели вот если вы хотите чтобы я что-то пощупал попробовал проверил пишите звоните майкер собаку будем точка ру телега собака майкер нижнее подчеркивание гудгейм я думаю в любом случае мы может быть не не барбом продолжим завтра хотят перепроходить начал не они не пойдем барбом до смерти а потом уже выберем из двух оставшихся которых юзали уже героев сорочки и арчи и уже с более вдумчиво будем ими и аккуратно что самое главное проходить дальше вот ты что за мастерство варвары рядом с абилками мастерство мастерство а вот это вот это собственно типа автоматически прокачки того что ты делаешь да мастерство владимир одним одноручным топором вероятность критического удара повышается против бла-бла-бла прогресс есть следующую вероятность надо кстати надо будет прокачивать как раз конкретно какое-то оружие 1 уровень за 10 уровень удачный удар критический удар с вероятностью 50 процентов повышает скорость атаки на 6 процентов на 2 секунды прибавка скорости таки удваивается при использовании двух топоров это прокачка оружия разного типа оружия то есть если ты выберешь какой нибудь билд да ты его можешь потестить довольно просто папа по перекидывать но для того чтобы добиться более эффективного ты должен по это самое потыкать побегать с этим билдом не знаю насколько хорошо что здесь за кристаллы не продают пока прогресс вот это его темы и хорошо что здесь пока я пейту и на не не вижу это очень хорошо если она будет упираться в во время проведения в игре это нормально для diablo подобных игр это это даже стимул не просто фармить еще что-то там потихонечку подтаскивать прокачивать вот и надеюсь что в крафте не будет никакой вот этой вот хрени которая была в мобильной версии вот нажми контроллер fps построй да и ограничил 60 потому что потому что на стриме но он загружал полностью видя хуа видяха зависит каким-то образом субы ну с bs и там фреймы проскакивали в рендере и все она загружалась короче на сегодня такое базовое знакомство подошло концу спасибо большое запись трансляции сейчас запуляю на youtube ссоре если где-то там тупил бла-бла-бла-бла базово посмотрели персонажей и завтра вернемся и послезавтра вернемся к более детальному но помните что завтра у нас хопач играет с лином финале в варкрафте на тэдкапе возможно мы днем посмотрим варик а вечером пойдем в диабол все теперь уже точно все хорошего вечера спокойной ночи